Мы на вашем стриме, не забывайте, Вадим. Так, информация о катастрофе, поехали. У нас сегодня биотерроризм, смертельный вирус, созданный как биологическое оружие, выйдет из-под контроля и спровоцирует глобальную эпидемию. Но после выхода из бункера выявлена мутация практически всех видов животных, растений и людей. Остаток здорового населения всего лишь 230 тысяч человек. В бункере мы находимся 10 месяцев, площадь его 250 квадратов. Есть кухня-столовая, оборудованная теплица, радиорубка, а также радио с усиленным приемом сигнала, набор раций, робот-переводчик с функцией полиграфа и собрание фантастики 20 века. Ты можешь скинуть это все, пожалуйста? Да-да-да, давай. Вадим, почему пишутся Серега, Леша и Мокрица нахуй? Мне Рома зовут, если что, блядь. Я Рома. А что ты Финн вообще не прочитал? Я Алексей. А я не знаю просто, как его зовут, вдруг его Финн зовут. А может быть его зовут Швед? Ребят, ну, честно говоря, с моей карточкой я не знаю, как вообще играть. Я тоже. У вас не одна такая карточка в один. Напомню, мы открываем профессию, профессию и две характеристики на выбор. Собственно, начну я, чтобы Десаут понимал, как все происходит. А какой номер кто? Мне бы, конечно, лучше бы... Это быстро будет, я думаю. Мне лучше бы костюм Эксайла подошел, потому что я браконьер, ебаный. Мне 50, сука, лет. 50 лет, и я 30 лет браконьером работаю. Приколитесь, в 20 лет просто с универа с ебался. Вот что, животных нету, блядь. Сколько тебе лет? 50. Мне 50 лет, стаж работы 30, браконьер. И самое главное, состояние здоровья у меня нет ноги. А где она? Акула откусила, блядь, пока я там их разводил. 50 лет, стаж работы... Брак, 50 лет. Бля, чел с 20 лет, блядь, кошек с балкона кидал, походу, блядь. Известный. Ой, блядь. Коля, тут так мало. Что мне говорить вообще, блядь? Шепчелкин. Начинай скушать, а не кричать, что и заполнивец. А я думал, дальше могли заполниваться. Вон, Вадим делает, смотри, в чате. Просто обидно, потом будет. Брак, 50 лет, нет ноги, видишь? Нет, так, минимум, если у Фина будет полный, все записывается. Так, давайте. Всем привет, я учитель истории. Что за брак? Браконьер. Леша, ты влево пошел. Какой чат, Леш? Я думал, сейчас рома будет. Финаргот сказал. А, понял, ладно, хорошо. Так у тебя же идет... Стрим, открой Вадима. У тебя же порядок... Вадя, у тебя же порядок десаут, пчелкин, финаргот, так же. Да. Да, так, поэтому сейчас пчелкин. Я понял, все хорошо, извини. Так, я учитель истории, моя профессия. Я идеально здоров, сразу же говорю. Молодец, Алексей. Спасибо большое. И, соответственно, хобби у меня, помимо всего прочего, что я учитель истории, кемпинг 29 лет. То есть палатки, непалатки, сделать все, что угодно, могу сделать все там. Все могу сделать, бункер могу обустроить вам. Кемпинг 29 лет. Так, учитель истории, идеально здоров, хобби, кемпинг 29 лет. Ну, то есть он пиздец старый, если 29 лет кемпингом. Ну, что значит для вас старый? Ну, вы же не сказали свой возраст. Ну, 62 тебе. Ну, потому что это не старый. 30 лет работаю кемпингом. Да похуй. Да похуй. Это я так рассуждаю. Ну, правильно, Роман, вы делаете правильно. Так, теперь the sound. Ты не воебуй с этом, Роман, нахуй. Первый, я не воеб. Бля, мне вообще похуй. Теперь the sound. Я теперь... Нужно скрыть три факта, правильно? А себя? Да. Вы вроде по три вещи говорите. Так, их всего два. А, профессию идти на выбор. Так, ну, короче, я программист. Нереальный. У меня... Ой, бля, бля. Не долго поиграешь. А, чё, программисты нахуй не нужны? Нет. Пизда мне. У меня старше 16 лет при этом. Может, надо все-таки? Бля. А, если ты сказал старший работой, должен... Полый возраст. Полый возраст, да. Полый возраст. Гандона. А ты можешь? Полый возраст. Ну, я женщина. Я женщина, и мне 65. Плодовитая? А, да, нет, точно. Я женщина 65 лет, нереальный программист, 16 лет стажа. Бесплотно. То есть на старый стресс решил в 49 позабавиться? Почему бесплотно? Ну, до 49 выражает. Я 65 лет. Не, брат, ты наигрался. Может, попробуем? Не, подождите, ты меня послушаешь. Мне нужно факту. Я вот что-то его послушал, и мне кажется, у него все явно лучше, чем у меня. Вадим, а что такое учитель из-за кемпинг? Мы не будем путаться, у меня все записано. Идеально здоров. Так, а мне что, надо еще сказать? Я сказал, что я программист, и что женщина... И еще один. И еще любой на выбор. А, ну еще я... Факт могу сказать? Да. Вот, я проходил курсы уролога, могу письки вылечить ваше сердце. Это так работает? Да? Курсы уролога, курсы уролога, это значит, что он у одного чела может убрать бесплодие у мужчин. О, красава! Себя не может. Я полезен. Сразу слышатся, кто рад там. Вот и Серегу уберешь, и... Письмены показываете все, я посмотрю. Давай, держи, я тебя сейчас в ТГ скину. Давай. Все, я вскрылся полностью. Давай, Ром. Я еще не полностью. А какая у нас катастрофа? Био-террорирование. Наташа Генсуха с нами играет. Корона, в общем, усиленная. Корона усиленная. Ты говоришь, что ты скинешь катастрофу, Финн. Я скинул в Африке. В Африках. А, в Африках. Я думал, в Дундуке логичнее скринуть. Я спросил, Рома сказал, в Африке скину все претензии к нему на... А, не, Эксайл сказал, блядь. Черт, блядь. Черт. Итак, ребята, ну пока что на данный момент у меня самая полезная профессия. У нас есть радио с усиленным приемом сигнала, набор раций. У нас есть робот-переводчик. У нас есть робот-серега. А вы-то кто? У нас доставщик пиццы. Ладно. Ладно, я робототехник, ебать. Я робототехник. Да. Было бы серьезно, если бы стаж работы не был бы два года, но... Стаж работы два года, но два года это ебать... Ну, не ебать, типа, лучше тут пока что нету. Что понятно, ебать. Сейчас послушаем Марину ебать. Два года, но я сексапильная девочка, 24 года. Сюда я. Клодовида, меня можно трахать. Я могу сделать роботов, которые у вас будут трахать. Стаж хобби отдельно вскрывается. Не обязательно, чтобы био-возглоскрыть. Да, и еще, думаю, какой-то один полезный факт сказать. Ну, пока что я вообще охуенный, так что я скажу, что у меня факт номер один. Комеркулез. Нет, а что сказать сейчас, что-то пиздат. У меня просто мемный филип. Что уходит. А еще я голосовал за поправки в Конституцию. Понятно. Реально? Давай, роботов, вбери и выходи. Я не понимаю, кто-то имеет что-то против Владимира Владимировича. Вы скажите прямо сейчас. Ром, ты из карточки что-то скажешь? Ром, я полностью поддерживаю. Ром, ты факт не назвал еще один. Вишня, будете одна в доме. И сидит Марк, который за это 10 тысяч получил. Ребята, есть ли? Вадим не получил, нет, не получил. Так, теперь я правильно? Ром, я психиатр. Кто из кто? Ну, кто по очереди? По вебкам. Сейчас Лерон. Да. А психиатр что-то делает или только психолог? Только психолог. Психиатр помогает со всякими расстройствами, типа шизофрении и прочее. А психотерапевт что делает? Блин, я могу, я путаю всех. Психолог, психотерапевт, психиатр. Кто из них кто? Тут, по-моему, это Арина, психотерапевт. Психиатр, он типа болезнь, вот типа синдромы всякие лечит. Да, 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 да. Психолог это Арина пока. Зависит от стажа тоже. Арина, помоги. Какой стаж? Так, я психиатр, стаж работы 7 лет. Женщина 32 года. Лерон, блядь. Это я. Так, и еще один факт вскрою, покажешь, какой. 32. Сколько стаж? 7 лет. А, ну, типа ты рэпер и ты вот это совокупляешься? Ну, 32, получается, да. Ну, там может быть бесплодие, не бесплодие. Не-не-не, и вскрою факт номер 2, я выиграла Интернешнл по Доте 2. Ебать. Хорош! Спасибо, спасибо, спасибо. Подождите, стоп, 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 а женщины не выигрывали Интернешнл? А, вот. Тебе не сказали. А, а следующий факт пиздоболка. А это мы узнаем потом. Стаж 32 года. Не, а следующий факт сделала операцию по смене пола просто. А это вот узнаем. А мы не знаем, в каком мы году живем, ребята. Вдруг она в... В 1450-м. Красава, Алексей. Спасибо. А, я сейчас, я че сижу, блядь. Все, Вадим ББ. А у вас уже написано характеристика. Я долбоеблю. Алексей, давай... Так, сейчас профессию идей, да? На хвою переспрашиваешь, когда я знаю. Профессия, контрабандист. Ну это не так плохо, блядь. Это типа с Counter-Strike'ом что-то? Нет, ну... Нет, ну... Женщина, 24 года, стаж работы, 3 года. Вадос, я с тобой играю, ты не так плохо. Контрабандист охуенно. Сколько лет? Попасть куда-то, всякая хуйня. 3 года. Опыта много, блядь, я считаю. Не, лет сколько? Так, 24 года. Если что, ребят, ребят, сразу скажу. Начни с хуёва. Чтобы вы понимали, кого можно кикать. Горю, спасибо за Раид. Хобби, это работа техника и стаж 11 лет. Я думаю, Макрискин нам нахуй не нужен. Как мне нужен, как мне нужен. У тебя хобби, у меня профессия. Рома, сори. Брат, нет, стоп. Так мы можем с тобой на стаж. 11 лет стаж. Я думаю, Принцам на Рома нахуй не нужен. Блядь, слушай, мы в принципе посмотрим твое здоровье и фобию, так что давай, бать, я посижу еще. Спасибо за Раид, колеш. Сколько стаж 11 лет? Спасибо, колеш, за Раид большой, брат. 11 лет стаж, да. Стаж контрабандиста. Сори, сори, брат. Контрабандиста, три года, три года. Понял, что с роботами не пошло, начал, блядь, контрабанду возить в них. Все заебок вообще, я охуенно. Что сейчас, Арина? Силус профессия просто. Знаешь, как там, в Мексике. Арина, давай, твоя очередь. Арина, скрывайся. Так, всем привет, я мужчина. 35 лет. Вот тебе видно. Скульптор, то есть я такой творческий. Полезно, полезно. То есть уходишь, да? Полезные волосы назад, прилизанные, знаете, такие нежные руки. Знаем? То есть ты парень? Ну, такой, да. Сказал, прилизанный. Да. Ну, я... Стаж, работа какой. Арина, можно еще раз, пожалуйста, кто ты? Скульптор. Скульптор. Нахуй не нужен, я считаю. Нет, я приятный такой мужчина. Там, Саша, работа один год, блядь. Так, мужчина, да? Да. И я... Сколько лет? 35. Извините. Ну, не знаю, что сказать. У меня как-то заебись на самом деле. Ну, давайте вот... Секунду назад. Блядь, что мне дали? Не, ну, хобби у меня пиротехника. Вот. Взрывное хобби. Вадим, сколько лет? Стаж-то всякая. 35, стаж 15. Вадим, а можем мне добавить учитель истории? 15 это что? И стаж кемпинга 29. Стаж кемпинга 29 и учитель истории. Вадим, извините. 15 лет стаж, лет 35 нет. Хорошо, а хобби сколько стаж? Это стаж хобби или работы? Ты пишу 29 лет, а я долбля бы в чате пишу 29 литров. Ээээ, каратетка 17 лет. 18? Учитель истории. А мне контрабодист 3 грамма. Ой, как-то это совпало сейчас. Наташа. Ой, это у меня совпало. Всем здравствуйте. Здорово. С вами таксидермист. Кто? Таксидермист. Это такси серьезно? Нет, не знаю. Чучело дерьмом напихивает. Не знаю, что я на всякий случай. Да, я очень... Между прочим, профессия очень редкая. И она связана с изготовлением чучел животных. А, ну это полезно. То есть я браконьер и этот чучело дел... Я думал, ядом что-то. А вы преломер, вы можете сделать пчелу, Наташа? Пчелу. Да, два в одном, как бы. И я думаю, это будет полезно, чтобы добывать животных. Вдруг у нас там это усилится. В биологическую войну, смертельный вирус. Вот. Ну на животных это не распространяется, поэтому... Вот, разговаривай уже. Что-то будет есть. Вот. Состояние здоровья. У меня дефект речи. Так, разговаривай нормально. Стадия болезни ремиссия. То есть сейчас нормально. Такого нет, стадии, наверное. Невыполнима миссия. Дефект речи у меня просто, да? Да, у меня просто дефект речи. Дефект речи. И что я? Что я? Фобия. Герпетафобия. Боязнь рептилий. Присмыкающихся змей частных. У меня глаза еще слезятся от этого. Зоофобия. Вот. С ромялом не сможет. Ебать вскрылась, нахуй, сразу, блядь. Я не торчу, ребята. У меня глаза от грима, блядь. Я спрашиваю, дефект речи, а что по игре? Да, да. Да, я хотел бы что-то. Такси, что еще у тебя? Дефект речи, что еще? Да, да. Боязнь рептилий. Боязнь рептилий. Дефект речи, боязнь рептилий, да. Оп, я ем полезный ананасик. Кого? Запиваю редбулом и, соответственно, это. Вадя, что у меня с фапкой? Баланс, соответственно. Что у тебя с фапкой? Ну, верно. Ну, Вадя, настрюк. Баланс, самое главное. Что у тебя с фапкой? Вишня, можешь, начинай. Задам тебя зажгул. Я хуевел. Привет, я... Че, пись, когда Сереге письки показывать? Вы спасатель в Алибу. Мужчины, можно подниматься? Ань, кто ты? Я, короче, крутая. Я SMM-менеджер. Бывает. Крутка подписчиков. Я могу раскрутить ваш инстаграм, пикбок, ютуб. Силене 200 тысяч, накручу 200 тысяч. Кручу 200 тысяч подписчиков. Давай там гивы. Сори с этим делаем. Я такая тёлочка. Я вообще сочная. Мне всего 50 лет. Ох, ёбаная сучка. Слушай, мне кажется, не с этого надо начинать было. Стаж работы. Я уже раскручиваю инстаграмы, там, тиктоки. 31 год. Не было даже, Алёша. 31 год с хуйней занимался. Одноклассники раскрутил ёбану. Я на самом деле SMM-щиков пиздец уважаю. Охуенные люди. Каролина SM-щиков работала. А, как я думала, что это было. 31 ёбаный год. Я раскручиваю инстаграм. У него нет столько времени, Турын-то. Да похуй, ну не инстаграмчиком, ютуб, да. Ну юлу раскручиваю, чё? Вот, но у меня ещё есть обе. Я этот, я турист, туризм, турист. Вот, пять лет я занимаюсь туризмом. То есть не потеряешься? Нет, я путешествую. Ну, типа, не знаю. Всё, путешествуй, нахуй. Давай, Анимат, ты справишься, нахуй. Путешествуй, поступишь в инстаграме. Пять лет путешествую и раскручиваю ваши сутки. В социальной сети. Женщина, сосочка, пятьдесят лет. Сколько у тебя магнитиков на холодильнике? Да хуя, Рома, вообще. Санапы, кинетика. Мы тебе магнитик с бункера дадим, ебать, повесишься. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Супер. Какая Ольга? Без мата теперь общаемся. Полвозраст и хобби. Всё, что-то ещё надо? Нет, всё уже. Всё нормально. Я думал, ты только в детском. Ой, нет. Сука, собрал образ, блядь. Вообще нихуя. Ни один факт не совпал. Просто ни один, блядь, чтобы вот так вот сидеть. Ну, ничего страшного. Подменяйся с кем-нибудь, кто кого-то похож. Так, ну ладно, начну с плюсов. Плюсы закончились. С минусов. Профессия юрист. Блядь, да что ж такое? Нормальная юрист вообще, нет? Ебануная просто профессия, максимально полезная. Стоп! А, блядь, я только что помню, что арена моей профессии уёбалась. А вот скульптор, нахуй. Только сейчас дошло, блядь, что у меня скульптор уёбался. Да, продолжай, юрист. Извини. То есть какие-то там, ну, шарю за закон, всякие спорные ситуации будем решать. То есть в бункере знаю, как помирить людей. Какого-то там законы. Банк, свечай, можешь снять? Я постараюсь. Не может, блядь, я знаю. Я с катарбандистом нормально, мы сыграемся всё с кайфом. Ну что ж, чё б сказать. Мастер спорта по боксу, если что, я въебать могу, нахуй. Это хобби? Это факт. Кто на стриме? Это факт номер два. Ой, ебать, извините. Чем занимался? Мастер спорта по боксу я. Поэтому говорю, могу как бы и ртом решить конфликт. Конечно, интересный вечер сказал, а что-то полезное будет сегодня? Робототехника. Мы там играть начали, а Челик пишет слово. 24 года мне, я девочка плодовитая. Это робототехник, да, понятно, очень интересно. Ну да, юрист поинтереснее будет. Ну не поинтереснее, чем робототехник. Конечно. Ну чё ж там, блядь. Мужчина 57 лет, старший работа 30-го года. Пока. А за скольки там могут плодиться? 50 лет. Мужчина без ограничения. А что за сексизм? Я не понимаю, мужчина без ограничений. Там сперма куда-то запохнет. Арина, успокойся. Чё, сперма? Это правило по игре. Бесплоден. Правило по игре, Арина, не надо, пожалуйста. Бесплодный или я? Ну что ж там? Ну я с Серёгой играю! Серёг, ну да, я сказал. Я хотел бы мастера спорта по боксу увидеть. Ну полное тело как бы. Да, не проблема. В ТГ скиньте ему или я в ТГ ему скиньте? Я всё скину. Так, спасибо. И Марк. И пока. Я закрываю. Дайте чудесные профессии, блядь. Так, давай, брат. Ай, пиздец, нахуй. Мне кажется, мне тут никого не перебить, блядь. Ладно, профессия обязательно говорится, да? Конечно, да. Чё, там вообще пивец? Короче, ребят, на самом деле, вот, мы тут все люди разносторонние, разные, да, у все вкусы разные. Ты диджей, да? Я в этом бункере буду вас развлекать. Я понял. Я, я, я диджей, я могу ставить как и хуё в бункере. Ой, я упал, охуеть. А хорошая была. Так и хорошую могу вам музыку ставить. Диджей, хрикамоль. Вот, я диджей, короче, в этом бункере. Блядь, лёд, 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 лёд. Один, один год, у тебя с тобой с работы. Не, не, у меня с собой, смотри, у меня с собой будет колоночка JBL. Ты нам, этот, по 50 рублей приспали, когда мы с сексуалом видео снимали, блядь. Лёд, 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 лёд. Лёд, не Илюха Хер скинул там пиздец. Короче, я диджей. Смотрите, в чём, согласка, ребят. У нас в бункере одни женщины. У нас только один мужчина есть. И то он хуёвый какой-то. Вот, я мужчина, мне 47 лет. Да, я мужчина, мне 47 лет. То есть, тебе 47 лет, и ты диджей один год. Что ты делал до этого? Так, сейчас я тебе скажу. Я играл в шахматы, это моё хобби было. Я играл... Подожди, подожди. Марк, я думал, в уёме меня никого не будет, но я ошибалась. Подожди, я диджей, мужчина 47 лет. Джей посидит. Диджейл я один лет, и в шахматы я играл один лет. Старший? Лет. Окей, а что ты до этого делал? 45 лет, что делал? Ну шо, а до этого дам. А до этого у меня факт номер один, да? А ты, стой, 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 стой. Всё, 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 тихо. Всё, оставим на сладкое, блядь. Какой факт один? За бункером, не бать, расскажешь. Бля, какая же напиздача, что всем. Что, будем обсуждать, наверное, да? Да, можно обсуждать. Я мужчина, кто у нас из мужчины ещё есть? Нахуй, Марка. Ещё я мужчина. Я мужик, нахуй нам нужно. Диджей-пан. Я Арина ещё мужчина. Я диджей-пан диджей-пан диджей. Подожди, подожди, стой, стой, стой. У нас СММ, женщина 50 лет, она бесплодна. Юрист, 32 года, бесплоден, но его может вылечить десаус. Серьёзно, вы, если мы, если, это, Алексей, если мы выживем, я вас всех скульпторов, учителей, я вас всех раскручу, вы будете клёвые в Инстаграм. А нахуя нам, нахуя нам браконьер, нахуя нам браконьер. Приколитесь, всего 200 тысяч выживших, а нам даже галочку в Инсте не смогут дать. Нахуя нам же это? Да, я, я договорюсь, да, ну, нормально. Нахуя нам браконьер. Знаешь, сколько на землю акцию могут подписаться, Фин? 200 тысяч. Ребят, браконьер ещё и без ноги, ещё и 50 лет. Да, браконьер нам зачем? Ребят, я хочу, я хочу зарядзать карточку, я хочу зарядзать карточку, стоп игра. Сейчас на карте дечит бесплодие у мужчины. 1732 года, 32 года. Да. Зачем нам браконьер? Я только недавно в ТикТоке смотрел, типа, пародия, где Крисонурнал делает, и оригинал, где ты сидел. марксера трактор а сираты или трактор трактор позер ёбаный схебался нахуй это был диджейский вопрос я знаю что программа для написания я просто я просто не понимаю что может за руине а что такое биологическая характеристика это то что возраст и пол но давай можно озвучивать хорошо умничка я теперь за тебя все без аут у нас теперь женщина 24 года плодовито да я теперь женщина 40 лет бесплодным блять сука ёбаный брод работа мне 17 лет нормально ты мне поменял зачем ты боже рома мужчина 21 год бесплоден стаж работы такой же лирон мужчина 47 стаж работы 15 лет я это не манурин уроды это манурин реально блять да нет просто угол такой непонятно не так мы женщина 64 года бесплодна блять контрабандистка сука вадим я мужчина теперь стаж работы у тебя 39 лет лирон мужчина а робототехника 12 ебаная аня нахуй стаж поменялся на моё хобби а может быть это да я потом озвучу тебе когда ты вскроешь так арина мужчина 58 лет скульптор 18 лет у нее стаж получается пиротехника 282 ни хуя ты крипер пиротехника столько лет блять так таксидермист у нас не вскрывал щас да плохо говори бабка 70 лет я нахуй внимание внимание пизда редкая хуйня не выпало android 47 лет это чё а робот а хуйня блять работа работала см менеджером 4 года а туризмом робот смщик android слышишь это она блять яндекс соли сколько лет 27 там туризм туризм 27 лет ебать я еще и путешествую android ебаный давай так ты очень очень погранично зашел женщина 47 лет ох ебать есть сколько стаж юристом 3 года и сколько хром мированный а вот сколько тебе лет 47 нет он а юрий сколько 3 года стаж ну слегка а вот марк а вот марк у нас живет женщина 24 года нет не могу нет я типа секса это секса робот нет нет я блять сколько диджея лет ему 24 года женщина стаж диджеем 2 года стаж хоббитом 2 года у нас все получается браконьер не нужен нахуй браконьер нет ноги женщина бесплодная хочу давай давай ты давай ты да да я начну почему он мог сказать что нам нужен браконьер потому что животных мало осталось надо их ловить карта действия номер один бункер находится на территории заповедника животными остаток здоровых особей 30 процентов то есть и животные у нас будут 30 процентов заповедника заповедник это огромная тема так что я умею с ними обращаться уже карта действия карта действия номер два количество мест в бункере больше на дно поэтому нам нужно будет вскрыть еще по одной характеристики сейчас да начиная с марка теперь в сторону или андроид у меня здоровье обнуляется тип или как да 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 здоровье идеально характеристика это я женщина 24 диджей саша работа года что мне дальше вскрыть одну одну на выбор какую хочешь состояние здоровья у меня мигрень стадия болезни инкубационный период это вообще хуйня отначально стадия болезни что мигрень инкубационный период то есть голова просто болит раз в полгодика да дальше илья нормально так записал нахуй марк живешь нормально да мы девочка 24 блять хуёвые треки будем демоны андроид ёбаный блять илья тебя не слышно и лёг тебя не слышно и лёг и лёг не слышно не слышно так чё бы это сказать во первых марку и бомбля здесь в жизни что-то подобное сделаешь тогда нахуй напишешь любой факт скажу блять мне выгодит давай самого хуёвого самого хуёвого давай я считал один разу поиграть ну я на next ну бля ну могу либо состояние здоровья либо фобию скрыть но у меня на самом деле такое типа блять ну фои мы сразу его выгодим чё он ты чё пиздни что он вообще чё он мучается ребят да мастер спорта по боксу не забывай ясно хуй блять ну и чё блять эээ чё состояние здоровья или фобию давай состояние здоровья давай здоровья ну ко мне это максимально неприемлемо ну в реле но алкоголизм это моё стадия болезни инклюзионный период так чисто так это хуйня класс кефирк там хуйня чисто саммерсби попиваешь там периодически ну вот и от это да не это хуйня дядь так ну вот так я слушаю а я? да так короче здоровье уже говори как робот короче здоровье уже всё можно у меня скипать его уже это не считается как за карточку ну смотри если мало ли тебе могут изменить просто потом опять биологическую характеристику поэтому по сути у тебя остаются и здоровье и фобия такими же как есть ну пока у меня идеально пока я робот правильно? да да и пока мы с Ваней работа техники на двоих так а чё у меня одно что-то? одно что-то так у нас до этого дохуя Вайв у нас до этого есть робот еще один и дохуя раций всяких вот этих тем нэхуя нам работа а так-то ссать будешь? если мы тебя перепрограммируем так я предлагала всё Робот посидит Там сосать может Это же как в этом Как в чужом андроиде Оболочка биологическая Один, что-то одно нужно сейчас вскрыть Или два? Да, что-то одно У-у-у Что тут? Хобия, багаж, факт Что вскрыть? Ольга, извините за этих сверна Здоровье было бы прикольно Здоровье идеально, факт или багаж? А, реально? Ну да, я робот Пока что не поменяли, у меня идеальное А отдельно здоровье это не факт, потому что В смысле, ты же Так у тебя состояние здоровья идеальное Так и написано Так как она андроид Здоровье и фобия расценивается Понятно, значит приметили Состояние здоровья какая-то хуйня Нет, так она типа не болеет Понял, она же робот Я робот Если да, то да Короче, багаж, ладно, плохо в багаже У меня набор Респираторных Респираторных масок О, это Это Наверное Какие нахуй пираты Это очень полезно Иди Иди распирай маски На улице Хорошо, хорошо при ковиде Ну вообще Да, может помочь А, это этот, бля, автомат В смысле у нас Вирус Это очень помогает У нас все как раз Вроде биологическая Это хуйня Вирус Дорочит Ну короче, да У меня маски У меня есть маски Хуйня Спасибо Маски не помогут нам Такси, скрывайся Как? Я сейчас? Такси, давай У меня написано такси Боя для рептилий Я вскроюсь До этого я был Мужчина 36 лет бесплоден А сейчас я мужчина 31 лет Старше работу 8 лет И плоден Поэтому Вот все Ну у меня так и написано Чел 8 лет Говно в эти, бля Чучело запихивает Да ничего Я все это два в одном Я же говорила Очень полезно 31 лет Да, 31 лет Пожилой скульптор Скрывайся Так Ну Я Я победила Рак Красава Поздравляем Состояние здоровья Ракик Примись Хорошая Спасибо Вадя Короче У меня есть жесткая хуйня Но я не знаю жесткая она хуйня Или не жесткая хуйня Но как звучит жестко Я Нобелевский Лауреат по биоинженерии Небе Небе Это хуйня, да? Это лебанутая, блядь Вадим, маски пить же Забей Это профессия или что это такое? Или это хобби? Это фак Но это получается Что по сути Что он еще и пиздаст Биоинженер По сути Пизда, блядь Ну Лауреат или номинат? Бесплоден Лауреат Лауреат Так это пизда, блядь Не говорит Хуевая карточка, блядь Ты сейчас мой факт второй услышишь Ты вообще охуеть Какой там Отсосал Нобелевского лауреата У меня нахуй Факт номер два У вас только один факт Я скину ребятам две мои карточки Чтобы они увидели Так, дальше Лерон Я вскрою хобби У меня хобби разговоры по душам Стаж 13 лет Сама собой ебать Я мужчина 47 лет Плодит Так что давай там Не это На самом деле это заебись У тебя Стаж там 9 лет, если что Новый Она психолог Новая? Ну 9 Психиатр Психиатр, да Застакывайся Давай, Рон У меня в хобби Черная Магия Оооо Я тебе не хочу Саша 5 лет Саша 5 лет Так вот кто голосовал за поправки, блядь Саша 5 лет Саша 5 лет То есть вы понимаете Преворотик Преворотик Пять лет на зеркале рисует Рисует кровавую мэри, блядь Карту действия хочу завязать Короче, у нас же Фенаргот браконьер, да? Я хочу заменить его профессию Ты чё, еблан? Замени меня, нахуй Как он без ног, зачем? Хотя он тебе уже помог, блядь Давай фигуру Моя новая профессия Продавец, блядь Сука, блядь Кто бы продал? Мать Чекни дискорд Чекни дискорд, пожалуйста Вот это нормальная тема, я считаю А ты конкурент, да, типа устранил? Бля, ебаник конкурент Пиздец, блядь Ты же, интересно, продавец на чего, блядь Органов, блядь Ноги, ноги свои, я ногу свою продал Мы уже пошутили Я колдун, блядь Стаж 5 лет Я не слышал, сори Я сейчас серёга пошутил Ну колдун, чёрный маг Чёрный маг Чёрный маг Чёрная магия Чёрная магия Чёрная магия Приворотик, отворотик Вишневротик Там всё, что надо А, не, 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 не Погоди, сейчас десаут Сейчас десаут, сори А я уже не говорил А, не, нет, сейчас я Потом Пчела А, всё верно, ебать Так, моя очередь, охуенно, блядь Продавец, сука 40 лет, женщина бесплодная Без ноги сижу вот в пятёрочке, блядь, нахуй Блядь, нахуй вообще начали себе наработать Ну, блядь Раз уж пошло вот так Раз уж пошло такое, нахуй А, во, у меня охуенное хобби, блядь Может, хоть это меня спасёт Гидропоника, 34 года О-о-о-о Это скин в кэске вроде, да? Да Сколько лет? 27, 27, сори, у меня же изменилось Выращиваю растение Гидропоническое На гидропонической ферме 27 лет А у нас фермы-то там не будет, нихуя У нас есть У нас есть теплица в этом Да А, всё, базарнули, Тарас А холодница есть? Заебись, чтобы выращивать там траву, нахуй А не еду нормальную, блядь Там можно что угодно, по сути, выращивать Помидоры можно как минимум гидропоникой выращивать Ребят, знаете, я вот посмотрел на все наши профессии И думаю, что мы обойдёмся без них Я юзаю карту действия номер 2 Данная карта даёт тебе возможность аннулировать карточки профессию у всех Ооо, заебись Ебать Ебать А я-то думал, кого мы будем кикать нахуй Нет, это не замена профессии Это все играют без профессии теперь Ебать Охуенно Хорош Блядь Ну, кстати, ну, похуй Я всё равно чёрный маг, блядь Ань, тебе лучше без профессии Я владею магией, блядь Алексей, можете вскрывать характеристику? У меня нобелевский лауреат по биоинженерии и робототехника стаж 11 лет ХЗ, блядь Чему Ром Махриский пошёл нахуй Что, блядь, чел, мне нахуй не юрист, блядь, даже Я вскрываю характеристики Алкоголик, ёбаный Характеристики, водитель Так я класс просто пил, блядь Так, давай Факт номер два Я воевал в Сирии Это только-только-только Стой, 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 стой Одно, одно, одно Алексей, одну нужно просто сказать Я не услышал, что у него в багаже А я не слышал, что у него в багаже у него, а дальше Не услышали, тогда ладно Не, 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 в багаже и всё Воевал в Сирии Давайте историк из Сирии повоевал И про себя рассказал, наверное, да, в школе Красава, лёдь Короче, я тупанул, я сказал Я уже не учитель, слышишь, я уже не учитель Да, я уже не программист, брат Короче, я тупанул, у меня программист это было хобби А профессию я не скрывал, получается, свою Не похуй, да, уже, я могу уже не скрывать Тогда он же не скрывает Ну, тогда у тебя хобби программирования, получается Я был фармацевтом Так, ну ладно, похуй, да О, это полезно, кстати Мне сейчас надо что-то другое, да, скрыть? Нет, ты вот только что хобби новозвучил А, ну всё, заебись Ты кто в итоге? Я программист, так и осталось Просто это было не программист Ты 7 лет хобби Да Да нахуй нужен программист Охуел, я письки вылечить могу? Я же не буду через год Да, то, что письку он может вылечить моё, это да Это правильно А нахуя ты нам нужен, блядь, с чёрной магией, который голосовал за поправки, блядь, чел Алло, выше продавец пока нет Я нахуй, я нахуй еду выращу, ты что жрать будешь? Кого ты там вырастешь, блядь? Тебя выращу Бабуля, нахуй, у нас всё есть, что надо Алло, вы реально думаете кикнуть меня? У меня всё нормально Я девочка, которая вылечит письку, и она будет ебаться, блядь А это бабушка... Подожди, у нас нет гинеколога Ты не девочка, ты мужчина 27 год Я, я уролог О, так вот это именно, вот я и говорю, блядь, я мужчина 27 год, которому письку вылечит, всё нормально Я вам нужен, потому что, этот, ну, я ебусь, получается Нет, я ебусь Тебе, Серёга, нужен Смотрите, я считаю, андроид нам нужен, потому что ему похуй на вирус, он может ходить на вылазку вообще без проблем Хочу ходить, да, я турист, я была в этом заповеднике, типа, я могу радоваться Ребят, я воевал, я воевал в Сирии, мне вообще не важно, я вас послушаю в бакене Погодите, а никого не смущает то, что Алексей вскрыл то, что он воевал в Сирии и не раскрыл свой пол и возраст Там, блядь, бабка 90 лет, сидит нахуй Какая 90 лет, какая 90 лет, как я мог воевать в Сирии? Алексей нам всем убрал профессии, блядь, я предлагаю тебе Мы теперь вообще не хуя не умеем, Алексей А вы ещё и солдат какой-то, который нас может перехуярить Да я-то не вас трогаю, я за всех тех, кто в бункере, всё хорошо Бабушка Ольга, вы ещё тут? Да мы не материмся Бабушка Ольга Бабушка Ольга Ну, смотрите, у нас точно пока должен сидеть Десаут, Эксайл и Марк, потому что они женщины родящие, единственные О, я, полюбом Не, Нобеле в КПБИО инженерии тоже нужно, да О, за хуй, я, полюбом Робототехника, ебать, ой, в жопу А нафиг нам С другой стороны Нафиг нам 58-летний дед, который, блядь, Корсары запускает нахуй на улице, когда Ракса победил, блядь Нормально Во Это я? Ну да Я, да Выходишь, Арин Ну, бля, сейчас А чё, а почему у Арины 18 литров и М 58 лет? Чё 18 лет? 18 лет, может? Ребята, у нас есть, напоминаю, кстати, что у нас есть, эээ, такси говнист, который боится рептилий. А, то есть, эээ, все мутировали, а там 100% будут супер-пупер ящерицы, и нас просто... Да похуй, у нас роботы есть. Ром, Ром, мне похуй, я буду одна в соло выходить, мне ничего не будет, я робот. Ребят, ребят, давайте, давайте уберём сначала тех, кто в возрасте, кто нахуй вообще бесплоден. Не, мы в любом случае должны выйти из бункера когда-то. Давайте уберём нахуй, ебать, диджей, ебаного, блядь. Я уже не диджей, блядь. Пошёл нахуй. Иди в пизду, я чёлка, 24 года, блядь. Ты даже не диджей, наху-то шахматами один год, диджеем один год, блядь. Я девочка, ни хуя не делаешь, бессочек. Меня ебать можно, у меня 24 года, я девочка, блядь. У тебя ебать там кто-то, нахуй, ящерицы, блядь. Так, давайте начнём с голосования. Подожди, всё-всё-всё, а Аня, получается, андроид, это как профессия была или нет? Нет, это био, биохарактеристика. Я не человек, блядь, уже. А, СММ, это профессия была. А кто самый старый у нас? Смотри, Арина. Нет, 64 года, нет? Довело 64 года, блядь, нахуй уходишь, блядь. Ты охуела, блядь, блядь просидит. Ты шашетница, маме наебать. Слышь, нахуй, иди, Рокеропа сделай, долбоём, блядь, ебаный, нахуй. Да, Сау, сейчас расскажу, как типа... Нопелевский лауниат, блядь, диджейд, ебаный. Эй, дайте распространение. Дай тебе расскажу, как голосование проходит потом, что... А ты уходишь нахуй. Каждый в течение минуты ведёт монолог, типа высказывает свои идеи и прочее и даёт кому-то голос. Нам рассказывается хоть две м, нахуй. Слышь, ты, нахуй, биоинженер хуев, блядь. 64 года, блядь. Он ни хуев, он нобелельский лауреат! Эх, ты хуев, ебать? Кто тебе выращивать нахуй еду будет, блядь, и не только еду. Это по факту, это по факту. Диджей ебан будет выращивать. За бункером. Собственно, у каждого минуты дается голос. Он шахматы за год прошел, блядь. Он два года, кстати, шахматы проходил. О, ну тогда все. Собственно, озвучиваешь свои мысли, даешь кому-то голос. Тот, кто наберет больше всего голосов, будет оправдываться. После этого каждый желающий может один раз перенести голос с одного игрока на другого. Поэтому десаут можешь начинать, после тебя будет Пчелкин, потом я. Против кого я, да, надо сказать? Пин-чек, блин, скорбь. Ром, знаешь, что в чате пишут? Что мы с тобой как роботы-демоны-андроид, блядь. Один-демон-актор. Мяу. Так, смотрите. Смотрите, у нас получается... Ребят, подождите, я озвучу. Бабушка Ольга написала. Так, биоинженерия и роботы смогут воссоздать противовирус. Да, он сделает противовирус, а я выйду с ним и распыню его. Так я бабушка Ольга, получается! Ты сейчас или что? Получается, да. Я бабушка Ольга, блядь! Ну тикните мне, ну тикните, блядь. Не, 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 не. Не, 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 не. Смотрите. А кто первый говорит? Я сейчас. У нас бабушка Арина уходит, блядь, сейчас. Смотри, Арина, она мужик, во-первых. Ей 58 лет. То есть она, она может, получается, плодиться? Да, да. Мужик можно. Не стоит, хуй, не стоит у нее. Мужик, может, может, может. Не путь, не путь, давай на муке. Вы считаете, что ее надо убирать, если она мужик 58 лет? Ну, просто есть моложе мужики. Да, у нас в разы моложе есть мужики. А что ты еще вскрывала, Арина? Необходно! Да похуй, у нас есть моложе плод. Что у Арины еще было, Вадим? У нее пиротехника 22 года и победила Рак. И скульптора она еще. Нет, скульптор профессии больше нет. Вы че? Короче, просто мужик нихуя не делающий. Нахуй нам нужен. Че, че, в сахматы играет? Как и диджей ебаный. Один век, на секунду. Подожди, а женщина 47 лет, которой Илюха, она может рожать? Он может. Да, да, может еще 2 года. Тогда, походу, минус Арина. Я, получается, против Арина буду. А че, ну кого-то, больше некого пока что. Бля, ты меня вылечишь? У нас есть Наташа, ей 31 год, мужчина она плодная. Да, да. Я есть 47. Идиот. Да, ребята, а вы вот это видели? Давай, попробуй меня кикню, ебаный. Я-то, блядь. Кого нахуй, зэй! Давайте, блядь. А че, анимации нет? Ром, че, ки-то заниматься? Пчела, давай. Бля, Ром, был бы ты еще сейчас одет, как на стриме сегодня? Ты вообще разъебываешь. Я бы его ебала. Так, ну, смотрите, если мы выбираем из мужчин, которые у нас есть, то самые полезные, это, к сожалению, не Арина. У Арины очень мало плюсов. Это я! У Арины очень мало плюсов, к сожалению, по сравнению с другими нашими ребятами. Поэтому придется в Арину тоже вкинуть второй голос. Извинись. Угу, спасибо. Слышь, Ром, нахуй. Не, слушайте, ребят. Вот это ты! О, не блядь. Я бы, знаешь, что сказал, Илюха, это огонь. У меня болезнь, не забывайте. Так, моя очередь. Смотрите, у нас пока есть три мужчины, которые готовы к потомству. Это Лерон, Арина и Наташа. И у нас еще Рома может быть, если он пойдет вместе с Десаутом. Но у Сереги мы не знаем ни здоровья, ни фобии, блядь. Ничего, Серега, ясо ясно. Бля, я вот думаю, а может, нахуй нам нужен вот хуй пойми, кто с кемпингом из Сирии, вот. Который нам еще профессию брал. И воевал в Сирии, в смысле, ты что несешь? А мы не знаем, не полный возраст, ничего? Ты, кстати, озвучь новый стаж, кстати, кемпинга, я же тебя отправлял. Что? Я же тебя отправлял новый стаж кемпингом должен быть. Хобби кемпинг. Сколько лет? А как называется, Баджи и Станетка? Нет, я же тебе присылал новый биологическую характеристику. Пой, джейс 2, нахуй. Я биологическую характеристику не вскрывал. Убирай, блядь, не плядь. Так, а я тебя отправил ее. А, я же вижу, вижу, девять лет. Девять лет. А, помоложе, значит. Но, видимо, не девяносто лет. Скорее всего, бесклодная, просто. А че у нас с Алексей не вскрывает? Вот выкидали. Не, с другой стороны, у нас мужиков будет много, потому что, я думаю, все-таки Серега пройдет, и если мы Рому возьмем... Хотя, нахуй, нужен, блядь, с черной магией, блядь, галсаус по парке, блядь. Ало, чел, нахуй. Ало, молодой. А ну, король, покажи ему еще. Давай на одну ложь ебать. Молодой и дурной, нахуй, блядь. Не, я правильно понимаю, что сейчас решает женщина бесплодная, у которой не такие, я не понимаю? Я как Гарри Фомер на его гитропоника. Еду только я могу давать. Ну, посадит и уезжает. Так, все, спасибо. Дальше Алексей. Я сказал, нет. Походу, Рома магию наложил. Леш, Клор. Я варен уходил. Посмотрите меня на стриме. Что-то... Даш, чтоб не пиздел, нахуй. Я не понимаю, чего ты этот стебель ебаный, 40 лет из плотной без ноги. Базарит так жестко. Я варену проголосовал. Ну, раз варену, тогда пока посидишь. Бля, я как Гарри Поттер, нахуй. Я как Том Рэдд. Том Рэдд, он только хороший. Если у нас работают андроиды, ебать, которых не существует, то почему у нас не работает магия? Магия работает. Я не экстрасенс. Я владею черной магией. Так что я посижу, ебать. А если не посижу, то никто тут больше. Смотрите, что Ольга пишет, Вадим. Ольга пишет. Опытный военный сможет обучить всех в бункере тактики проживания. Это контужный военный какой-то. Мы просто знаем, что он в Сирии был, откуда он. Может, ты не опытный, нихуя. А можно вопрос? А андроид может ли пользоваться сам? То есть он может все делать сам или нет? Да. Может, конечно. То есть нельзя программировать. Это же астономное устройство. Так а нужны ему? Не нужны ему? Что за андроид? Что за импакар? Да может, он просто ебаный телефон. Я говорю, это редкая. А ты телефон? А вдруг ты сядешь? А у нас вообще зарядка. Блядь, алло! Ребята, она маски. У нее есть маски. Она реально может быть злая. Стоп! А вдруг она андроид злая? У нее в багаже распираторные маски, блядь. Она вот этот, нахуй, автомат, который в авиапарке стоит и маски продает, ебать. Нахуй, ну, такой андроид нужен, блядь. Я могу выходить на улицу, мне ничего не будет. Мы тебя вытащим, блядь, если не пойдешь. Я пока в Арину голосую. Пока что самое. Как, Собис, ты можешь выходить на улицу, пиздуй. Ну, я могу для вас что-то полезное. Ты творишь, если ты создашь био-это, типа, противоядие, я его туда чик-чик. Био-противоядие. Ты на улицу выйдешь, и теперь этот вирус оставится. Не-не-не. Так, сейчас я открою. Как ты на улицу выйдешь, а у нас повербанка нет, например? Арина мужчина... А если дождь пойдет, она выйдет на улицу и зальет, что делать? И пиротехника. Вдруг она что-то с нам сделает, я в Арину пойду. Спасибо. Вадя? Я считаю, что нам не нахуй не нужен Android. У нее сиськи есть. У кого звук? У кого там скины приехали, блядь? А что это за хуйня? Вы знаете, что это за звук? Я не понимаю от кого. Тебе трейд кидают в стиме. Да, трейды приходят. А-а-а-а. Кого голосуешь? Вадь. Все отключила. Конечно, в диджеи ебанно нахуй нам нужен, блядь. Ты охуел, блядь? Ты дурак. Он уже не диджей. Ты не знаешь, что у меня в багаже, нахуй. Ты не знаешь, что мы и факт. Он шахматиш. Ну да, не знаем. Что-то. Ну вы сейчас знаете, вы охуеете. Что-то в Марка проголосовал? Ты тоже знаешь, что у меня бугостили. Прямо придется охуеем, Марк. Арина, давай. Где же вы сидите кретины? Ой, блядь, Вадим. Почему вы обобщаете, Марк? Не обобщайте, Марк. Я сказал вы, я на выкат. От Вадиму, блядь. Ой, извините. А что ты на бабушку так? А-а-а-а-а-а. А она слушает. Арина, давай. Я не понимаю, мема про Ольгу объяснится. Нет, ну давайте найти причину себя засейвить, но что-то у меня так. Ну короче... Я не очень что-то доверяю. Ребят, очень важно. Ребят, очень важно. Спросят Аню показать разъем для зарядки. Разъем для зарядки. Гриффиндор! Я думаю, Марк будет против. Хорошо. Ром, а можно на меня? Пусть решит, какой у меня факультет. Да. Ага, спасибо. Наташа. Не, фу, не надо мне отвечать к этому хуеву и бану. Слизарет! У меня слизарет. Ребята, мне прислали андроида. Это настоящий или нет? Это я. Телефон? Андроид на атомной батарейках заряд не нужна. Почти неубиваемый. Может постоянно ходить на вылазке, как в 60 секунд. И он здоров, плюс фобий нет. Да, да, типа я могу просто, как машина, блядь, для вас. Я считаю, что это слишком имба-карта, кикаем ее нахуй. Марк, давай, твоя очередь. Я тебе пишу, что у тебя один литр шахмата. Ну смотри, меня смешает то, что у нас чел, который воевал в Сирии, непонятно кто там, и мужчина-женщина, и может и там реально 90 лет, блядь. Ну непонятно вообще. Жопа тебе, Андроид, я тебе голову откручу. Вот, но на самом деле пока что поживи, наверное, реально вариночку. Бля, ребят, я предлагаю вообще вскрывать эти факты, короче, ебаные. Потому что если среди нас маньяк, а так опять пиздля. Так, кстати, мало кто факты вскрывал. Ой, Илья говорит, я по писи скажу. Я факт вскрывал свой один. Еще, Илья, я с телефона буду слушать. Ну вообще хотел сказать Фенерготу, типа, ногу в руки и съебался, но гидрофоника я почитал. Сейчас, оказывается, это очень полезная вещь, реально. Я почему-то был настолько узко развит. Думал, гидропоника это исключительно вопрос, а сами понимаете, в чем. Оказалось, неправда, это, типа, как растения на воде выращивают без использования почвы. Поэтому, если вот вы не знали, знайте нахуй. Вот. Короче, вот в прошлой игре у нас был военный летчик, блядь. Оказалось, он всех нас хочет убить, блядь. В этой игре у нас чел в Сирии воевал. Ему стоит присмотреться, надо, чтобы он факты свои скрыл. Могу факты вскрыть легком, легком могу факты вскрыть. Вообще, блядь, хочется сказать, ну, по-видимости, Арина у нас сегодня уходит в первом кругу. Вообще, блядь, хочется сказать ебаному шахматисту, рокировочку сделал, съебался нахуй отсюда, блядь. Поэтому, блядь, психматиста. Шахмата, а вот знаешь, что такое Цукс Ванг? Он вообще полер. У него один год стажа шахмата, он у них я пока не понимаю, что происходит. Два, два, два. Уже извиняюсь. И Марк. Уже два. Ну, за два года можно было и узнать, что это такое. Ну, по-любому, хоть Ариночка. Смотрите, я предлагаю сначала исключать вообще фулл бесполезных типов. То есть диджея. Это именно бесполезные. Не диджея, блядь, больше. То есть вообще даже не диджея, пиздец. Это бесплодных. И это людей, которые уже в возрасте, которые вообще не могут ебать, не принимать. А сколько нас слотов в бункере? На один год. На семь слотов. Смотрите, чтобы ебаться, нам надо просто два мужика и две женщины, типа плодовитых, не плодовитых. Смотрите, ребят. И одного андроида. Небольшой факт. Вопрос. Зачем нам нужен в бункере андроид, если он и так выживет за бункером? То есть он просто занимает слот. Она полезна в бутылке. Я для вас могу быть полезна. Она в будущем полезна. Нет, шахматиста один лет. Она реально может ходить туда-сюда, как бы... Блядь, почему вы забываете факт, что я женщина 24 года? Ебаный рот. Вы все 30-летние, сидите, блядь. Не, мы не забываем. Не всем. Я голос отдал. У меня отличное здоровье. Единственное, что мы не забываем про театру, что это ебаный диджей. Но он не диджей. Блядь. Ну мы не забудем. У нас, собственно, у Арины 8 голосов, а у Марка 3. Арина, оправдывайся. Поправдывайся, Бэдь. Я красивый. Да, я красивый мужчина. Оставьте меня. Я занимаюсь сексом. Занимайся отсюда. Все, оставляем. Мне все злое, когда людям нечего сказать, они говорят, я заеблюсь. Да, злой такой. Вы можете меня трахать в три дырки. Это злой, да. Ну, короче, вяленький, но большой, хорошенький писюнчик такой. Что, я мужчину опытный, девчонки призываю. Ахуй нам этот червяк нужен? Напомню, что... Чипать, Ворон, блядь. 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 объектив закрыть все это просто пиздец и мы счастливы так так часто он первыми я начал у меня не скрыто получат состояние здоровья я идеально здоров мне бы так напомню что я тоже идеально здоров мне кемпинг девять лет мне илья вкинул то что я могу всех сказал только что он только что сказал пусть скрывает факты потому что он может нас всех убить потому что я говорю обладатель уникального сопрано все моя очередь у меня уже здоровье вскрыто то что нет ноги фобии лично я могу и потом сказать если вы боитесь фактов давайте факты пойду факт номер один взломал взломал базу данных царю террорист получается он для мы уже мы уже слышали что тебя пиздатый багаж вместо этого ты вскрыл то что шахматами занимался блядь да 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 не сейчас скрою багаж рома давай не надо багаж состояние здоровье вадим вадим о чем на давал в сирии и уникальная сопрано или ухе идеально здоров я могу здорово искать факт либо фобия у меня синдром турета 30 процентов тяжести и ты еще бесплоден с черной магии кстати это не так хорошо потому что он может головой бить там и так далее 30 процентов 30 процентов рома ты сказал семья я люблю семью ребят я качаю жестко спасибо дальше лерон так я думаю что скрыть я скрою факт номер один чтобы бабушка подозрения серёжа может вылечить бесплодие ромы и они будут делать детишек вот я наконец-то факт номер один я душа компании пиздец психотерапевт она не скрыла не фобию не здоровья но на душа компании да по здоровью пизда там мрак лёгкий там пиздец по здоровью ребят у нас 300 в бункере у меня я мужчина сорок семь лет скрывали здоровье первую которую выиграл интернешнл может быть душой компании карта действия у меня есть карта действия данная карта дает его возможность открыть карту состояние здоровья у любого игрока на у меня состояние здоровья аритмия стадия болезни стопроцентная тяжесть сердца туда-сюда головой по стену дарисе на ну ничего серьезно уже стопроцентная компания если андроид может все нахуй вообще в бункере все нахуй блять это жестянка я не могу ебаться в рот можешь брать ты можешь ты биологический андроид засунуть еще дырочку улата просверлим дырочку в себе но детей да нет вадя давай сто процентов не скрывал только не забывайте что там парализован ниже пояса сто процентов бабушка ольга пишет бабушка ольга пишет маркс не да не знаю нихуя не пишет я бы увидел спасибо это то же самое что бесплоден не 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 он и так женщина 64 года бесплодная да он так бесплодная я могу массировать ему уши говорят они от этого кайфа но у меня будет робот я андроида запрограммировал и будет меня носить у меня факт а робот согласен еще да мне похуй выбирайте любой факт у меня все а у тебя че пол возраста нездоровья хобби у тебя вкрыта да а подожди хобби фоби рептилий нет нет это хобби а хобби не вскрыты ну давай мне кажется либо хобби либо факт а у меня два любой я могу и хобби и факты факт номер два давай хобби может факт лучше лучше факт но обе не может быть ничего негативного давай факт 1 или 2 любой 2 2 2 объездил весь мир что фобии не может быть ничего не спасибо если ты боишься рептилий не дам заскучать я ничего не писал мои хорошие кто-то моего имени специально пишет марк скрыта пол возраст состояние здоровья хобби есть багаж есть есть два факта первый факт я очень азартный робот будем играть это семейного вас проиграет наш бункер у нас другой робот есть она с ним будет играть на людей какой робот у нас бункере еще один робот да у нас есть робот-переводчик на плечах у андроида блять вылечи меня когда на плече айфона сядешь тогда папе карту действия в любой момент можешь мне вопрос у нас у всех скрыто состояние здоровья нет не они вроде не у всех у всех тебя не скрыто у меня у финны вижу что не скрывал здоровье у него туре это 30 процентов если это карта которая требует открытия характеристик лучше использовать следующий кон потому что ты с обратного круга пойдешь как мне ничего не открывает она ничего не открывает я опять тяну время в общем реролем все отлично 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 плюс ноги это еще не факт подожди поехали тоже состояние здоровья появляется но и у нее изменится но есть если ее потом опять поменять на человека то что она будет ролях да если я стану человеком то да сейчас два человека на первом собственно десаут десаут хочу тебя поздравить от всего коллектива у тебя хламидиоз сто процентов хламидиоз хламидиоз хламиди это хламиди это хламиди минус секс минус секс у чела просто так давай удачи господин такое хламиди господин пчелкин кто это у вас ветрянка сто процентов ебать ебать и это тоже заряд зараза это проходит это проходит это проходит ребята ветрянка ветрянка фина у тебя все переболели сейчас моя будет старики переболевают ветрянку мне давайте у меня астигматизм 30 процентов это что такое а ну это с глазами это глаза просто фокусируюсь плохо в зрении это ерунда плюс нога да обратно а ты Лерон, сори, но у тебя стопроцентный склероз. А, ну это лучше, чем аритмия. Ну то есть ты вообще ничего не помнишь? Типа память ноль. Зато... Нормально, зато не отписывайся. Вадя, аллергическая астма 60%. Ой, блядь. Ой, блядь. А что за карточки нам прокнули? Все умрут или что? Я нет. А, что, Алексей, умрут? Нет, не умрут. Собственно, у Арины... А Лерон тоже забыла нахуй. У Арины был бы инсульт. Вот. Был бы... Наташа у нас идеально здорова. Ой, хорош. Найс играть, чел. Ты мне обличку скинул, ладно? Это вместо рептилий, да? Я обличку скинул, да. Нет, вместо дефекта речи, да. Илюха у нас... Алексей, я тебя не слышно. Аллергия на солнечный свет. Блядь, в 30%. Ну, не так сильно, конечно. Лёх, похуй, я буду выходить вместо вас на улицу. Блядь, чё за хуйня, почему микрофон включается постоянно? Так, и... Марк был с мегрением, теперь он глухо-немой полностью. Блядь. Блядь, чё за хуйня? Распальцовочку. Ребята, я предлагаю кого-то кикать. Стоп, игра нахуй. Карта действия, блядь. Не надо! Данная карта даёт возможность видеть любого игрока, включая само себя от любого недуга. Я идеально здоров. Марк идеально здоров. А как он это сказал? Карта действия. Давай. Не моем. Чё? Я могу фенаргут? Да-да-да. В любое время можешь. Карта действия номер один. Вы можете изменить стадию болезни на новую из колоды. А вторая не может. Кому? Кому? Сему себе. Сему себе меняешь, да? Да какая разница, ветрянка она, блядь, в маленькие сроки. Я сдохну. идеально здоров не это процент просто будет 10 процентов так я выздоровлю все нормально ты куда блять я не болел мы все в детстве переболели уже балаболы если нет земля пухом так погодите у нас у нас не все же вскрыли характеристики там у меня карта действия есть заменить профессию половина игроков как говорите-то у нас у нас у нас профессии же убрали я не можешь использовать а ну вот я про это спросил когда аннулируется профессии там все типа так я щас да да вообще типа факт наверное у меня факт скрыт мастер спорта по боксу я просто багаж бесполезно сразу говорю нахуй его наверно до конца игры не вскрою а блин это ну чтож типа я был мужчиной как бы факт нормально звучало для меня сейчас это снимался в порно а я же у нас рожать могу могу не только игра я хочу применить карту действий вы или выбранный игрок молодеть на 15 лет хочу чтобы я на 15 лет у тебя эти 15 лет не дают тебе ничего также применяется к сожалению только 33 до можно поздравляю илью и мальчик 32 года понятно из боролюшки чисто бля пиздец бриджит битом сидит нахуй давай марку но я посмотрите я открываю багаж подожди у меня багажа есть зачем вскрыть факт багаж багаж у меня с собой ноутбук то есть я стою диджеем ребят на секунду вчера помните женщина 24 года идеально здоровая так нет ты же женщина так я себя и полищу так уролога гинеколог должен быть гинеколог ну чё хламидии то уходят рома ты же понимаешь что есть еще и ты ходишь а чё я то а кто тебе бесплодие уберет нет ничего полезного у тебя есть температура и так далее 10 процентов она только появлялась у нас медикаментов нет если что ветрянка это высокая температура или хала лихорадка и я пару дней полежу и все встану не хотите астматику брать который сидит молчит нахуй ниже пояса пара больше не парализован у него потому что андроид пойдет на хаббатит этот как 60 у тебя процентов вадим я очень полезно нет ты задохнешься у нас нет медикаментов по сравнению с шахматистом я очень полезно вадим может сделать реально противоядие я вопрос но он же биоинженер он же это немного другое я все могу и так далее человека сможет сделать андроида хотя нет там тоже самое регенерация клеток тоже сам инженеры должны оставаться точно почему вызывайте просто задохнуться может он он может задохнуться но он же нас не заразил первых у нас сюда у нас ветрянка это намного намного у нас пользы просто он тогда будет другого продолжительность жизни в бункере всего 10 месяцев он типа проживет с хламидиями ну я постараюсь вытянуть все начиная с марка в сторону или марка марк давай либо хламидии уходят либо ветрянка я не знаю ухламидии сто процентов склероз склероз там же виды есть склероза именно она никак не мешает если мы отправим куда-то она забудет дорога просто так у нас на улице выходить будет андроид вот и все ребята блять андроид у нас будет выходить сколько мы все выйдем с синдромом турэта блять давай колой ты долблёб у меня уже его нет короче смотрите у нас психолог который ноль импакта приносит то что нет психолога у нас нету психологов тьфу ты блять по душам просто по душам просто по душам у меня багаж съемок на нихуя не помню так что ты решил что я ничего не помню у меня нету определенного вида склероза он распределяется по разным он по разным распределяется ты чё сука у тебя хламидиоз сто процентов сидит и чё мне ебать просто не надо и всё серёга у тебя твои хламидиозы уже бегают по бункеру сто процентов какой бегают мне надо они у тебя из трусов уже выпрыгивают сто процентов братан стоп погодите подожди то есть по-любому уходит хламидиоза а я у нас у нас мужчина у нас мужчина Рома у нас мужчина я мужик блять я могу вылечить Рому он меня лечит так у нас нет профессии подождите вы секунду кому ты голос дал я блять да ты потом если что сможешь перенести поэтому пока мы с Лерой два лошадка остались а кто ебать у нас будет нет пока что это мешает ебать ни в коем случае это лучше чем хламидии блять я рому вылечу это факт это факт это факт у меня это профессия а ты голос по факту все друзья прошу внимания мне уже блять 32 каким то хуем оказался я блять история бенджамина баттона какая-то спасибо большое друзья когда мы заходим в бункер в первую очередь нужно устранить последствия и угрозу которая распространена на народ а то что у людей свои проблемы они останутся со своими проблемами хламидиоз это в первую очередь там проблем с мучей спусканием то есть серёга просто никто ебаться не будет вот в этом проблема соответственно они воздушно-капельным не передаются склероз такая же ситуация это ее проблемы типа понятно что какие-то неудобства возникнут типа но никак тогда уходишь ты Илюх но никак никто не завали ебал нахуй ты шахматист блять ты за ебал соответственно у нас есть человек который сидит с ветрянкой не факт что все блять вот сколько в чате чолов которые представите кто не болел ветрянкой мне просто интересно там много людей не болело очень много не болело потому что это ужас и особенно типа в этом в позднем возрасте хотел сказать ветрянка очень опасна ветряная оспа и она очень заразна блять мы еще в помещении замкнутом блять которое воздушно-капельным путем передается и при контакте соответственно это ну лютая хуйня из-за которой может умереть много чолов соответственно я думаю что разумным будет вообще всем голосовать в Алексея в К ruling я цепи это плохо яめて переживаю чат потому что если вы не болели вLI-е ве-е-е годы это очень плохо а ей надо специально заводить или как ну знаешь как в детстве короче в детстве как мы делали а у нас сейчас дочка маленькая если кто-то в садике заболеет ветрянкой мы специально типа к этому ребенку с ночевкой там. Ну да, с ночевкой, чтобы там погуляли вместе, потому что чем раньше переболеет чем раньше переболеет ребенок. Ну ладно, это логично. Да, это реально так. Алексей прав. Да, это так. Чем раньше переболеет, тем лучше. Ватя, ты болел петрянкой? Я болел. Ты помнишь? Да. 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 А сейчас засмой болеет. Это когда я весь зеленый ходил? В зеленый. В точках, да, да. Да, Алексей, вы меня простите, но мне кажется, это разумным будет, и вы это прекрасно понимаете. Спасибо, Алексей, не забит. Дальше наш андроид. Да. У меня есть два кандидата. Это либо ветрянка, потому что действительно уже в зрелом возрасте она может привести к летальному исходу. И еще один кандидат, это все-таки Лера, потому что стопроцентный склероз. Нет, нет, это мужчина. Как? Я мужчина, у меня 47 лет. Нет, как склероз, как он передается никому? Это моя проблема, Илья, правильно сказал? У нас андроид лагает. Я лагаю? Короче. Ну, типа, ты душа компании, склероз тебе любое задание дашь, сразу через секунду об этом забудешь, и типа, я нихуя не сможу делать. Так это не обязательно память, я уже еще раз это повторю. Ну, склероз не обязательно память. Лучше не болеть ветрянкой, лучше и ковидом не болеть тогда. С такой логикой. Фин, стопроцентный склероз, что подразумевает в игре? Какой именно склероз? Потому что, да, есть же разный вид. Там написано? Фин? Какой именно? Стопроцентный склероз, он как, что подразумевает в игре? Что память полностью у тебя отсутствует, ты сразу суживаешься? Ну, нет, нет, вот именно что, не факт или как. Ну, там типа, суть в том, что у тебя, как его, нервная система вообще, ну, ты ничего не запоминаешь и прочее, ты такой сидишь, а, заебись. И через пять минут ты такой, а, заебись. Я про то, что даже если не сейчас, то она тоже бесполезна. Это рассеянный склероз. Она типа душа компании и просто склероз. Но вообще сейчас нужно выводить ветрянку, Алексей, потому что это очень опасная хуйня. У нас всего 200 квадратных метров. А тебе не похуй, андроид ебаный. Мне похуй, я за вас переживаю. Может, андроиды киками, у похуй, я вас. Так нет, за нас переживает. У нас Наташа мужик, кстати, тоже. Наташа, давай дальше. Поэтому мужиков еще у Наташи есть, у нее идеальное здоровье, а у тебя 100% склероз. Типа, ты либо следующий уходишь, либо сейчас, ну я не знаю. В чате написали, мне зато можно один тоже не дут рассказывать много раз, так что. Ого! Не будешь когда два клоуна? Не, давай, не, Финн, пока я в Леру кидаюсь, что потом поменяем мнение, потому что, ну... И так сейчас все будут ветрянку топить. В Леру, да? Извините, я просто вставлю свои пять копеек по поводу хламидиоза. Болезнь протекает скрытно, а заражение окружающих происходит. Несмотря на отсутствие проявлений, последствия инфекции могут быть очень серьезными. Самое грозное осложнение... Да вы это скажете, Алексей, когда ваш... Ладно, извините. Да не, да не, по сути, в этом нет смысла. Можно идти на любую болезнь, миллион всяких херни, типа. Ну, я точно буду... Ну, так на ветрянку уже нашли, и что делать, надо же дефаться как-то, Вадим. Я тебе пишу то, что склероз по наследству передается, так что... А, реально? Да. По сути, нет. Но я... Не факт, это там... Бля. Да, Наташ. Ну, я думала между Сережей и Алексеем Пчелкиным, но все-таки Алексей не вскрыл еще биологическую характеристику. Для меня это очень смутная тема. Вот. И поэтому ветрянка, да, очень заразная и очень вредная. Несмотря на то, сколько нам лет. Типа, те, кто постарше, они могут очень плохо переносить ветрянку. Но, опять же, она по наследству не передается. Это тоже нужно учитывать. Но все равно на данный момент, вот, когда мы будем здесь проживать 10 месяцев, получается, продолжительность, да, проживания в банке. Я все-таки... Твоя минута или что? Ну, я могу не говорить, блядь. Я могу вообще выйти отсюда. Я буду голосовать в Алексея. Да я и так ничего не говорю, меня все перебивают. Спасибо. В Алексея все понятно. Арина? Вы была? Шучок. Этот, блин, я тоже думаю, что нужно в Лешку, Лешка, без обид. А потом, я думаю, надо, чтобы Серега уходил, нахуй. Как думай, блядь. А Рому вылечить перед смертью? А потом Рому убрать, и все, и мы в бункер. Я тоже за ветрянку. У меня ничего плохого нет. Это опасно. У нас нет информации, кто переболел, кто нет, поэтому... У нас нет медикаментов. И медикаментов, да. Спасибо. А Рома? Не понимаю, почему я ухожу, блядь. Нам достаточно 2 плюс 2, чтобы трахаться на 7 слотов, так что трое еще посидят. И можно оставить здорового чела. Здорового чела, говорю, я сам себя не слышу, извините. Оставить вместо кого-то другого. Поэтому, поэтому я за Алексея Пчелкина голосую. И потом будем думать. Ну, потом, ну, Сережка, ну, я не знаю, я попытаюсь меня... А потом за поправки проголосуем, Рома. За поправки, бля, проголосовал, биокатастрофу устроили, пиздец. За поправки, наверное, пизда-то Лерон просить голосовать. Она каждый раз, а, ну, сейчас проголосуем. Нормально Финер Год шутит. Я бы вот этот стебелек на одной ноге бы тоже нахуй кикнул. У меня обе ноги не надо рассказывать. У меня стигматизм. А что это? Фокусируется плохо зрение. Вообще, Финн, прикольно было бы, да, если бы в бункер добавили, например, если у тебя ветрянка, у челов, которые в бункере с тобой, у них бы добавлялось тоже, болел или не болел, было бы интересно. Как надо на каждую болезнь, наверное. Надо будет закодить, да. Это на каждую болезнь надо будет делать. Ну, это прикольно, это больше как-то... Да не, я уже думаю о том, что если будет выпадать андроид, то там тоже будет генерироваться свое здоровье. Просто помехи, не помехи, там сломан задний привод, блядь. Ну, короче, в Алексею, блядь. Спасибо. Марк самый ближе к заднему приводу. Я согласен, что, типа, Алексея нужно убирать, я у него проголосую. Но дальше нужно убирать, скорее всего, будет Серегу. Потому что хламидиоз стопроцентный, это пиздец. Ну, хламидия очень опасная, на самом деле, заболевание. Просто сейчас-то его легко лечить, поэтому... А если с Серегой потрахаться заходишь, вот реально, вот чисто так... Ну, у нас просто, у нас есть две женщины с нормальным здоровьем, понимаете? У нас есть Илья, у нас есть Марк, они две женщины. Нам, по сути, третья женщина тогда не нужна будет. Нахуй, да. А мужика у нас... А я пизда, может, шестерых принять. Мужика у нас два, это Лера и Наташа, да? Понятно, что Лера там может откиснуть каждый раз, когда куда-то пойдет. Я мужик, а вот... Финн, Финн, погоди, смотри, у нас у Илюхи алкоголизм же вылечился. Да не алкоголизм, блядь, у меня аллергия на солнечный свет. Да он ебнул просто. Поменялся, поменялся, типа. Да, у него аллергия на солнечный свет у него, да. Все, окей. Ну, все, гавчик-то и, блядь, не будет, нахуй, у меня. Поэтому, типа, пока я вижу так, что заходит Лера, Вадя, Наташа, Марк, Илья, Аня и я, и все, блядь. Ты куда ты заходишь, блядь? Сверху вот этих трех, нахуй, вообще, типов. Давай ты, нахуй, пошел. Так у меня ты сверху. Так не, я сверху, я один из тех, кто сверху выживет. Блядь, придумал сейчас, сейчас карточку ебать. Да, ты, блядь, иди костуй с пылы, блядь, ты и выживешь за счет этого. Алло, я костану, нахуй, улети. А я еду буду готовить, нахуй, понял? У меня самый балл, Алексей, ваша очередь. Фу, на самом деле было сложно в этом бункере выживать с такими характеристиками. И самое начало для меня было главное пережить первого игрока. Потом, когда я понимал, что, в принципе, можно пережить и второго, будет вообще идеально, если кого-то выкинут, еще одного. Но тогда пришла ветрянка, и с ветрянкой уже переживать очень-очень сложно. Я понимаю, что сейчас смысла нет, в принципе, в принципе, сейчас нет смысла в голосовании, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, я могу сказать свою характеристику биологическую, если это в рамках игры, потому что я все равно уйду, чтобы это было открыто для всех. Вот, поэтому, если хотите, я могу сказать. Тут уже я не думаю, что голос Сереги будет важен, потому что я буду, скорее всего, уходить с образа. Бля, как-то что-то печально. Похуй, next. Алексей, иди на феноработу, пожалуйста. Новая биологическая характеристика у меня, точнее, не новая, а биологическая характеристика. Я был женщиной 29 лет бесплодным. До этого я был женщиной 60 лет бесплодной, поэтому как-то не прокнуло три раза мне в этой игре. Куда ты на войну собралась? Ну, война была, да. В общем, спасибо большое за игру. Я вас люблю. Желаю вам дойти до конца бункера. Спасибо. Пока, Алексей. Спасибо. Очень на минорной носе закончили. Все, уже ушел, и вайсрать. Повезал. Так, теперь, получается, мы начинаем скрывать по характеристике, начиная с Марка в сторону Ильи. Разве мы не так, девушка? Давай. У меня... Может, фобии все-таки? А разве мы не с... Сережа начинаем? А давайте по фобии пойдем. Нет, мы в прошлый раз Сережа начинали. А можно вопрос? Я пишу слово «быбл», а люди видят «быбл». Так, сейчас, секунду. У нас ушел Алексей, сейчас у нас скрывается угроза. Да, я постоянно об этом забываю. Мы поигрываем. Что за угроза? Новая угроза, вероятно, какое-то излучение усиливает стресс и наводит панику. Нужны персонажи и снаряжения, снимающие стресс. А, ну, понятно, у нас вон Лерон только, кстати. Разговоры по душам. Да. Ну да. Так, поговорю, забуду, не страшно. Ты, может, много раз... Любую характеристику открываешь. Любую характеристику. Совсем. Я предлагаю фобию, фобию, фобию. Бля, у Ромы просто охуенная фобия какая-то, он это... Охуенная. Короче, ну, у меня фобия, у меня аквафобия, это боязнь воды утопления. Я боюсь утонуть. Но у нас воно ничего не связано, поэтому вообще похуй. Согласна. Похуй у нас в андроид, блядь, я ни фобию, ни состояние здоровья не скрыл. Давай хотя бы посмеемся, блядь. Или я. А, я на охуе. А, я на охуе. А, я на охуе, Илюша, Илюша, фобию. Боязнь высоты я хотел сказать. Ну, мы не на возвышенностях, и как бы похуй. Да, ебать. Ребята. Блядь, а сколько людей высоты боятся, дохуя, блядь. Я боюсь. Вот и все. Это нормальная тема. Вот и все, это нормально. А как ты на большом хую прыгать будешь? Так, дальше. Я? Да. Факт номер два обо мне. Я не просто робот-андроид. Я самый везучий робот-андроид. Я еще помимо этого выиграла миллион. Поэтому... А где миллион сейчас? Нет, самое главное. Слушай, ну она азартный робот, она уже его въебала, наверное. Самое главное в этой характеристике... Нет, я азартный робот, и я выиграла миллион. Самое главное в этой характеристике, что написано, что этот везунчик. Это очень имбовая хуйня тоже. Я, я типа... Да понятно, что везунчик, блядь, на андроид, нахуй. Вечный везунчик, и выиграла миллион. Ну это так, бонусом. Так это на аппарат, куда деньги, блядь, засовывают и прыгают, блядь. Так еще и маски можно там купить, а емнусы? Я не знаю, можно факт или хобби, или багаж. Давай багаж. Давай факт. Факт? Ну, я безжалостный. Ой, это заебись, значит, ебать будешь как ненормально. Короче, у меня есть охуенная штука. Это мешок зерна. Заебись. Федоргот уходит, нахуй. А выращивать кто будет-то, блядь? Это заебись же. Кто, блядь, вырастет, нахуй? Это реально охуенно. Это пшено легко вырастить. Да, любой дурак может его вырастить. Ну да, посмотрим. Федоргот, пока ты, блядь, свою кровичку на воде будешь выращивать, мы уже будем кушать хлеб, нахуй. Ты, блядь, нахуй будешь хавать свою черную магию, блядь. Я хуй знаю, что ты там будешь хавать. Ну, кстати, зерно это... Зерно это МВА. О, давай, смотрю. Смотри. О, так ты так и пропадешь сейчас из бункера, из нашего, нахуй. Все, блядь. Чел, блядь, я черный маг, нахуй, попробуй что-то делать. Нихуё, у тебя дом горит, блядь. Ты когда улетел, у тебя и огонь с тобой улетел, ты знал? Просто это мой огонь, ебать. У меня нет ничего хуёвого. Так, я, да? Давай, Лера. Я, пожалуй, вскрою свой багаж, чуть-чуть себя подсейвлю. У меня в багаже антибиотики и обезболивающие. О-о-о-о-о. Как хорошо. Антибиотики. А в теории они нам никому не нужны. А ты фобию вскрывал? На всякий случай. Нет. На всякие обезболивающие. Не, антибиотики очень нужны, да. Главное, чтобы у тебя медикаментов никаких нет. Ром, давай. Главное, чтобы у тебя там фобия какая-то неёбнутая волоса. Про твою предсмертную речь, давай, поехал нахуй. Так у неё можно спиздить антибиотики, она же не вспомнит об этом и всё. Не понял. Так она ещё купе не скрыла. Ахламидии лечатся антибиотиками? Да. Вообще да, да, да. Да, да. А, ну вот. Вот, всё, меня засейвили, найс. Так что не надо воровать, я сама. Поэтому у нас чёрная магия улетучивается уже. Алло, если он сидит, то я и сижу, потому что я ебусь. Да нахуй ты нужен, блядь. Пошёл нахуй, мистер Росток, ебаный, ты на воде, блядь. Мистер Росток тебе в твой роток, давай. У меня такое чувство. О, ебать, я с тобой, блядь. Федергот, ты, походу, не видишь, с кем разговариваешь. А, точно не видишь, блядь. У меня такое странное чувство. Не вижу, потому что ты в бункер не попадаешь. Я согласен с Федерготом по ходу Макрисского, что нахуй нужен. Но я согласен с Макрисским, нахуй нужен Федергот. Уходят в... Алло, у меня гидропоника 27 лет, как вы будете выращивать? Какая гидропоника, нахуй, хуйня, ебаный, у нас зерно и с полезным, что-то давай... Охуе, ты зерно, блядь. Ты знаешь, как выращивать растения, блядь. Мы там всего 10 месяцев будем сидеть. Чел, Ром, 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 давай фобию скрывай. Фобию? Давай. В общем, у меня боятся темноты ночи. Ну и че... И как у тебя вылечит, лобоё, блядь, если ты боишься темноты ночи? Блядь, ебаный, 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 нахуй, чел, черная магия и боится ночи, блядь, ебаный. Блядь, нахуй, 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 черную магию от Рома. Может, у тебя светлая магия все-таки, не? Окей, вот, мистер, блядь, сгущенка, нахуй, зря ты пизданул. Юзая вторую карту действия. Первый. Ты можешь поменять свою карту фобии на новую из колоды. Давай, блядь. Давай, блядь, сейчас колоду страховую. Рома, ну-ка, щелкни, покажи черную магию, покажи. Кастуй, чел, кастуй. Ром, блядь, меня опять не слышно, что ли? Вот, ебаный. Слышно, слышно. Не бросим, бохуй, да? О, новая фобия, эротафоб, боится секса и вида обнаженного тела. До свидания. Мне плохо, я и так не ебудь. Секс не главное. Значит, ты не нужен, да, получается? Секс не нужен. Лучше бы темноту оставил. Да, у него темноты нет. А, все, темнота нет. Лучше бы темноту оставил. Алло, я маг, ребята, я. Ну, если я маг, значит, я могу, там, огонь, вода. Ты настолько маг, что у тебя двое, блядь. Да давай, нахуй, стоп, игра. Вы можете ухудшить болезнь любого игрока, включая себя на одну стадию. Давай, хуже, слышь, нахуй, на 60%. Бля, заебал. А! Чё? Чё, ты меня вообще видел, ты правильно попал? Пердит там, чё-то, блядь. Ёбните ему чё-то, пожалуйста! Так, смотрите, я напомню, что у меня нормальное здоровье, у меня просто чуть плохое зрение. Чё, ты ни хуя не видишь! Я взломал базу данных ЦРУ, блядь. Гидропоника 27 лет, поэтому и зерно буду ваше выращивать, и, блядь, и помидоры, и всю хуйню у нас еда будет. Ну, это значит, что я тоже программист и с андроидом тоже смогу работать. Мне кажется, ты знаешь, вот какой-то мутный тип сбежал из тюрьмы, типа, знаете, такой мошенник, мошенник. Нет, если хочешь, я забрал один, 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 три, блядь, всё, нахуй. Я могу вскрыть второй факт, а там ничего такого нет. Стоит-таки зару? Давайте, фобию, фобию. Фобию или второй факт? Фобию. Фобию. Боясь собак, нахуй, блядь. Поэтому, нахуй, с четвёртого слота эту псину, блядь, сутылую, блядь. И что, собака, андроид? Боясь собак, так стоп. Собаки это самые популярные, блядь, животные. Ты выйдешь на улицу, и что ты будешь делать? Они ещё и мутированные, блядь. Блядь, популярные животные, блядь. Это самые распространённые, одни из самых, блядь. У нас же не тигры, ебать, там бегать будут. У нас будут мутированные собаки и коты там бегать. Уходишь. Так, Серёга. Чё, Ром, слышишь? Так, давай, Серёга. А сколько у нас людей должно остаться? Семь. Семь. Что хотите, факт или багаж? Девять! Факт или багаж? Факт. Багаж. Багаж? А может у неё фобия хуёвая, погодите. Багаж или факт? Фобия. Какая фобия? Опа! Давай фобию, фобию! Давай фобию! Не знаю, в чате, не надо меня учить проводить игру. Моя карта звучала на одну стадию, а не на две. У Ромы теперь 60%. На одну стадию, я сказал. Ха-ха-ха! Что у тебя? Только ещё и андроидов. Ха-ха, бля. Уходишь. Один секса боится, другой. Чё, какая у неё фобия, бля? Я предлагаю. Ну вот и двое минус. Серёгу. Серёгу нахуй и Рома нахуй. Пусть не нравится. Ну, Вадя! Не надо! Пожалуйста! Вадим! Вадим! И всё. А я... А я же хен. Ну, Вадим, ну всё нормально дальше у меня. У нас мужиков сколько? Трое. Блядь. Я как воду глядел. Сначала хламидия, а потом глухоту, блядь. А все свои... Ты мне сам глухоту сделал, гандон слепой! Ха-ха-ха-ха. Я не слепой, у меня стигматизм. А знаете, кто воду не глядел? Трое! Блядь, один боится славится, другой мужиков. Я говорю, а знаете, кто воду не глядел? У нас мужиков всего трое. А ой, чё, это некого бояться. Человек глуховый или стилирозник, чё мне бояться их. Ой, блядь, смешно нахуй. Ладно, из-за карты действия. Помоги! Да-да, карта дает тебе возможность самому выбрать, кто покинет игровой круг без леса. Федергот! Я славался. Всем пока. Кто? Серьезно? Ты кого выбрал? Себя? А он выбрал. Себя. Он сам себя выбрал. Зачем? Блядь, ты мог выбрать Федергот и выбрал себя! Серьезно? Серьезно? Что? Ты куда? Это рофал! Мммм. Мне кажется, это рофал. У меня реально карты действия. А зачем ты себя? Ладно. Ты что, голешь? Возвращайся. Можно с маленькой планом сейчас? Вернись! Блядь. Ну, всё. Всё, ты реально... Ну, всё, теперь у нас последний круг, начиная с Серёги, в мою сторону скрываем... Федергот посидит, получается. Серёга уходит. Лёх, ты чё слился? Ты чё смонтировать надо? Ты чё съебался, блядь, быстро? Блядь, надо пиздецать. Ну, всё, карточку кастанул уже, чё поделать? Блядь, у нас минус женщина получается. Да у нас вообще пиздец полная. Я одна женщина. А, ну всё, не, мы теперь точно оставляем хламидиоз, потому что антибиотики, убираем хламидиоз, её ебём, Рому нахуй выгоняем, блядь, всё. А Рома боится, он не может быть... Серёга, давай вскрываем, начиная с тебя. Ребята, ребят, подождите. Стоп, кто у нас женщина? Ты. Ты, Серёжа. Вадим бесплодный, правильно? У Фенаргота карта врага. Самую малость, брат. У Фенаргота карта врага, я слышу, я просто не слышу. Нет, нет у меня никакой карты. Ты девич! А Рома боится секса и рта, или чё ты там боишься? Секса с андроидами нет. Так, Серёга, давай, по одной карте вскрываем. По одной карте? Что такое? Ну, по одной характеристике. А, ещё? Да. Так, я вскал фобию. О, у меня ещё факт есть. Я знаю наизусть твой анекдотов. О, это для меня. Красава. Отлично, сработаемся. Да, нахуй я тебе стол, блядь. Ты одного хочешь? Мне одного, да. Что анекдотов, охуенно? Ебатья полезный. Что-то у нас стол какой-то такой, да? У меня фобия вскрыта. Я не знаю, что мы сейчас делать будем. Багаж, у меня юзлаз говно, поэтому я вскрою факт. У меня факт, я экзорцист. Это чем пизде на меня, что я чёрный маг? Поэтому ты со своей чёрной магией будешь изгнан, нахуй. Я изгоню, нахуй, тебя из бункера, блядь. Кого там изгонишь, блядь? Понял. У меня нет карты врага, я просто экзорцист, понял? А кто у нас с девушкой? Я, Серёга или ты? Рома, давай. Нет, так я 64. Так у нас смысл... Нет, смысл у нас Серёгу, типа, оставлять, если он боится мужиков. Он же, ну, чисто этот... Так стоп. Он же по факту не может быть бункером. У нас уже была такая хуйняшка. Кстати, в чате хочу напомнить, что под стримом есть ссылочка, где вы можете... Кто-то боялся кого-то? Друзья, три месяца Сберпрайма абсолютно бесплатно. Ты замутался. Это я не вам говорю, если что. Смотри, я просто, смотри, ребят, у нас была такая хуйня, что, например, если кто-то боится собак, и у нас есть собака, то они не могут быть вместе в бункерах. Так вот, абсолютно бесплатно, если у вас нет карты Сбербанка, то он один есть. Смотрите, друзья, я предлагаю, что Фенаргот изгоняет тёмную магию из Рома, они оба заходят. Фенаргот это факт? Дезаот. У тебя хламидия, да? Это факт, да, факт, экзорцист. Я имею в виду про мужчин, про то, что он боится мужчин, и, типа, он не может зайти в бункер, потому что мужчины есть. Или это... У нас так было, помнишь, собаками, типа, кто-то боится собак, значит, он не может. По сути так, у нас был бы психолог, было бы легче, блядь. Да, блядь, Серёга надо тикать, блядь, жёлка. У нас эксайл заруинил всё, блядь. Блядь, у меня 100 анекдотов, ёбаный Рома. Да, Фенаргот, скрывайся. Эксайл спасся на Рома, скрывайся сейчас. Не, просто, ребята, понимаете, что, типа, если бы не Илюха, то Фенаргот бы уходил, потому что... Рома, скрывай их характеристики. Давайте скрывай, у меня дальше одно и другое пушка. Ладно, давай, багаж. У меня есть шапочки из фольги, ебать. Прекрасно. Серёга, ты же понимаешь, насколько сильно бы ты улетел, нахуй, из бункера? Не, сейчас будет пиздец, потому что когда я вскроюсь, вам... Нам нужны шапочки из фольги. Если андроид вас у нас все идет. Шапочки из фольги. А, лучше шапочки из фольги. Их можно как тарелку юзать и кушать из ее. Бля, полезно, кстати, Рома. Не, вы просто представьте, что вы въедете в бункер с чуваком, который в 21 год, блядь, боится заниматься сексом. Пошел изучать черную магию в 16 лет, проголосовался по правке в Конституцию и в багаже носит, блядь, сука, шапки из фольги. Это просто, блядь... Ты кто нахуй? Тебя ебет? А, кстати, Рома, по факту, не сможет быть без Сережи, если мы, например, откикаем на дозе. Могу, в смысле, у нас я не нужен, есть мужики плодовитые. Да не нужен, пошла нахуй. Давай, вскрывай, ебать свою имбу. Так, я вскрываюсь, меня просили скрыть фобию, у меня все просто топофобия, боязнь остаться одному в помещении. Очень страшно. Еще есть эсклероз. Блядь, ну за ней надо теперь серить, типа... А вдруг у нас бункер, это одно помещение? Не, а понимаете, что... Терехлетняя бабка, но вместо нее реально вот этот мужик со склерозом топофоб, это просто... Это пиздец. Не, в смысле, бабка это имба. Но при этом у меня антибиотики, и из-за угрозы я вам очень нужна, потому что у меня разговоры по душам. Так что хз. Хз, согласен. На пуху я разговариваю. Ну что, к чему, бункер вернулся? Вадя, давай эфобию. Я гимнатическая улыбка. Бля, Вадя фобию не вскрывает, заметили? Да, я как-то забыл о ней. Кикай бумагу, но у нее фобия, короче, как... Не угорает сидит. Да нет, да нет. Там просто фобия, боюсь людей, блядь. Да нет, вы сейчас наслешили, поэтому... Нет, кикаем Вадю, кикаем Вадю. Там у меня дефолтная фобия, типа. Пиздобол, они... Проверьте, кто-то у меня фобия. Может, есть карточка. Так нет, у кого проверили. Есть у кого карточка вскрыть фобию? Ну есть, по-любому что-то сейчас вскрыть. У кого остались карточки? У меня реально, у меня типа... У меня есть карточка. Давай. Со своей гимнатической улыбкой. Да нет, да нет, у меня нормально. Да нет, да-да-да-да-да. Какая карточка? Только у меня карточка, что мы находимся на территории парка с аттракционами. Блядь. Она хоть раз заповедника вытащила. Ребят, у меня нормальная фобия. Я просто, типа, ну, как-то об этом забыл. Ты сказал, что ты скроешься, и пиздец будет. И ты ее не скрываешь, пиздобол. Уходишь! Да это не про это гимнатическое. Уходишь! Наташ, мы теперь в парке аттракционов? Да. А у нас какие-то высоты боятся, по-моему. Кикните меня, пожалуйста. Высоты у нас Илья боялся. Высоты роляло бы, если бы мы на горной возвышенности было. Понятно. Так на аттракционах есть колесо обозрения. Аня, твоя очередь. А чё, меня вскрывают? А чему эти вообще аттракционы? А, ну ты можешь просто озвучить здоровье, которое бы ничего не изменило, да. Фин, так, короче, изначально, а к чему эти аттракционы были бы полезны? Ну, типа, просто юзлис? Ну, к примеру, чтобы перенести из той фигни, в которой неблагоприятный. А, я поняла. Бля, пиздец, у меня такая жизнь долгая. Короче, когда я была бабкой СММ-чицей, 50-летней, у меня здоровье был псориаз, 60% тяжести. Потом... А, ну это зараза вроде. Да похуй! Давай, Дэкстыч, у тебя всё заебись сейчас. Да, типа, мне потом заменили здоровье, 10% понос, но это похуй тоже. А это нихуя не похуй, я столкнулся с этим скотами, блядь, ты не понял. Вот, ну поэтому всё, да, типа, у меня нечего. Смотрите, друзья, у меня вскрыта фобия, у меня вскрыт багаж. Факт обо мне, я знал лично президента. О, с ромчиком. А я голосовоза попался. Мы посидим. Охуенно. Вот, голосуем уже, да? Да, голосуем. Не, не, у нас обсуждение сейчас. Да нахуй надо голосуем? Не, погодите. Тогда у нас голосование, начиная с Серёги. По минуте. Ой, блядь. А, Наташа, ты, кстати, не вскрыла характеристику. Да мне не дали, вроде. А, в смысле? А как обижалостный? Как это? Всё, я сказала, обижалостный, нет? А вторая? Не, не, не. У тебя либо хобби, либо багаж у тебя ещё? Кто-то одно. Давай багаж. У меня багаж ёбнутый. Я не знаю, мне кажется... Ебануть, чем у меня? Он зайдёт всем, да. Давай. У меня... Ну ладно, не настолько. У меня собрание Властелин колец. О-о-о-о. А у нас есть какие-то книжки. Прекрасно. А у нас и так есть собрание фантастики 20 века, кстати, да? Ну, это не 20 век Властелин колец, извините. Ну... Толкен 20 век. А, 20 век, я думала, 20-го года, блядь. Чат пишет. Киха, ты нахуй, Макриско, бабушка Оля пись. Никитина, не Макриско, он забавная обезьянка, мне нравится. Алло, каркас старый, чё охуела? Так, давай, Серёга, твою очередь. Она первая начала? Это фотошоп, нахуй. Это же не права в дороге. Это фотошоп, дурак. Я фотошоперу сказал. Это я не Оли назвал, алло. Это я Федоргоска. Рома! Это я... Блин. Ладно, тихо, я тебе Макриско. Я сам... Я сам уйду из Вункера, ребят. Ты в школе расскажешь, с условием, что Властелин колец это произведение про Первую мировую войну. Так это я не ей, блядь. Так это я не ей сказал. Да ладно, в школу не огласил Макриско. Так, что я с вами? Начинается голосование с меня против Рома, а то он пиздец токсик какой-то, ёбаный. Алло, ты уходишь, ломи. На самом деле, похоже, меня тут, походу, никого нет, если походу. Есть, Вадим, у него какая-то фобия, пиздец, что он не сможет быть. Да нет, это обычная фобия. Смотрите, так, моя очередь. У нас реально, у нас сейчас выбор между тремя. Это получается ДСА, Рома и Вадя. Но, в любом случае, даже если у Вади... Да, у меня обычная фобия, боже мой. Подождите, дайте... Я пошкрою, сейчас, пиздец, пиздец. Почему ты на меня выёбываешься? Что у меня такого, что... Да не выёбываюсь, я на тебя ДСК живу, блядь. Ты уёбываешься? Даже если у Вади клаустрофобия, эта хуйня только его убивает. У него ничего заразного в плане фобии быть не может. У нас такая же фобия, по сути, у ДСАУТ. Он, если заходит в булькер, он тоже руинится, потому что он, блядь, боится мужиков. Поэтому, по сути, нужно кикать Серёгу, потому что Рома, хоть и боится секса, и бесплодный, и так далее, но он хотя бы просто мужик, который, если что, выживет. А вот ДСАУТ точно откинется. Почему? Фламидия антибиотиками лечится. Да дело не в фламидиях. Такой мужчина боится. У него фобия боясь мужчин. А он будет находиться с мужчинами в бункере. Блядь, но у нас есть бесплодная, он мог бы вылечить кого-то, но хотя бы... Да там дело не... Я, в общем, голосую за Серёгу. Спасибо, дальше Рома. Да, вольёк, Рома. Так это и я написал. Так это и я написал. Блядь. Итак. Ром, теперь ты. Ребят, я Черный Мак. Бабушка Оля, извините, я не вам сказал, но вас реально подставили, и меня тоже подставили. Я надеюсь, что мы с вами встретимся как-то, на кофеёк сходим, пообщаемся. Я вот реально вот просто загрессировал ни на что. Так что... Ну чё, ты не охуелся, он нахуй Серега болит. Ха-ха-ха-ха. Что ж было? А так вот. Короче. Привет. Кого я хочу больше всего кикнуть? Финаргот, он меня так заебал, нахуй за этот пенька. Но не могу. Кого надо кикнуть бы? Серёгу, блядь. Он боится мужиков, но он не сможет. Ну да, я боюсь мужчин. Но кого надо... Кого моя чуйка подсказывает, надо кикнуть? Это Вадима. Учела хуёвая болезнь. И у чела ещё и хуёвейшая фобия. А чему у меня астма просто? Ты дожил с ней до конца, ты не просто так её не скрыл. Я про фобию говорю. У тебя астма это болезнь. Да я про фобию просто, боже мой. А ты снялся по азону тогда уходит. Я голосую за Вадима, потому что Серёжа может, блядь, и сидеть один в комнате, нахуй, видеться только с девочками, ебать. А вот Вадим может... А вот Вадима может быть какая-то фобия, которая не разрешит ему жить с нами и выжить. Он сам проебланил свой шанс, я считаю, что он не достоин быть в бункере. Так зато я очень полезный, братан, очень полезный. Да, похуй. Ты можешь быть и очень сильно бесполезный. Я же могу её родить, нет? Чел может нас всех убить. Чел, я очень полезный. Верри, 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 Верри полезный. Верри, Верри полезный за бункером. Ну, постой, закреплю-ка. Спасибо. Да, дальше Лера. Я за Вадима. Я... Не вижу смысла у нас, ну, как бы, если не можешь находиться в одном помещении с мужчинами, а я как минимум мужчина. Там хламидии, но можно вылезти, конечно. В другой комнате посидит 250 квадратов. Так, конечно, да, можно. Я впречу. Она хотя бы плодна. Он хотя бы может... Да, он может родить... Вы можете мне сперму дать. У тебя есть антибиотики. Да, 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 да. Ты его вылечишь, а он родит. Андроид мне сперму привезёт. А хламидии лечатся полностью антибиотиками или нет? Да, лечатся. Смотри, меня лечат антибиотики, Андроид привозит мне сперму твою, например. Коняблиц. Да, ещё и я, блядь. О, имба вообще придумал. Сыграемся, Серёга. У Серёжа с тобой играются. Женщина всего 64 года. Да я полезный, блядь. Вадим. Да ты педагог. Да, Вадим, походу, слышал? Я вижу тебя. Мобилевский лауреат, он в инженерии, ребята, блядь. Стойте, какая нахуй сперма? Робототехник 11 лет, боже. Лера, какая сперма? Рома, я сам бесплоден, блядь. Так, причём здесь Рома? Ну, не... У нас есть другие мужчины. Я, Наташа. И Наташа. Ну вот, мы можем. Дайте сперму, я принесу. Я отнесу сперму. Я... Наташа безжалостная. Я хоть и боюсь мужчины, она придёт, всё равно меня выебет. Похую вообще. Вы, пожалуйста, не жалейте. Нет, она меня трахнет и так. Я боюсь, не боюсь, что хуй. Я очень не знаю. Пожалуйста. Вы потом пожалеете, вы потом пожалеете. Знаете, кто ещё так говорил? Смельфилик съебать каждый раз. Ты знаешь, я сказал Фоби, ты б не услышал. Вадя, твоя очередь. Вадь, у Рома есть шапочки из фольги, а у тебя что есть? Ты нахуй Рома? Да, понял. А у меня, блядь, да, что у меня есть? Мешок зерна, блядь, сука. Мы будем есть нахуй, я... У нас виноргодный на воде его вырастет. Мобелевский лауреат по биоинженерии, блядь. Алло, дабоёб, мы чё супергерои, мы должны выжить, а не спаси мир, нахуй. Робототехника. Мы не должны спасать мир, мы должны выжить. Сука, да я просто красава, нахуй. И забыл ты, блядь. Ещё я заюзал карточку, убрал бесплодие, я не знал, что он сам уйдёт. Окей, Вадь, Вадь, слышь? Я полезный, блядь. Окей, Вадь, ты полезный? Ты уверен, прям. Ух, сука. Наташа? Валю. Охуеть, боже мой, блядь. Окей, стоп. Вы помните, что я тёмный маг, я кастую. Есть ли у Вилона какая-то смертельная, блядь, фобия, которая нам всем... Которая нам всем принесёт зло? Пизда. Так оно не крутится. Покрутил я. Так ты просто выбрал, да. Всё, да, 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 ты уходишь сейчас. Пиздец, блядь. Что за белый фон там? Белый фон... Ну, магия такая, типа... Так, Аня. Ну, робототехника не нужна, потому что уже есть... Да, конечно, блядь. Фулл разработанный андроид, который уже всё может сделать. Ебан, блядь. Смотри, ты его починил, как распизделась, блядь. Либо Вадим, либо Серёга. Как ты, я пиздец, я пиздец полезный, сука, вы... Астма, бесплодие, да. Если он не скрыл факт один, старая женщина. Как Дмитрий Ликс играет, ребята. Не, я в Вадима кидаю голос пока. Подумывайся. Блядь, за что? И Марк. Шагматист, давай. Бля, на самом деле, вот забавная ситуация. Я вот сколько бункеров смотрел. Рома с такой хуйнёй до финала и в бункер доходит. Я не понял, как он это сделает. Чё? Короче, у Чела, послушайте, глухота, бесплоден. Чёрная магия, это вредит всем людям. В смысле, чему чёрная магия вредит? Нет у меня синдрома, алло, долбаю. У него нет синдрома Туретта. Да похуй, зато глухой уже, блядь. Вот, у Вадима хотя бы есть мешок синдрома, блядь. В смысле, хотя бы, ебать. Биоинженерия, робототехника, 11 лет, нахуй. Да, я просто взвешиваю все за и все против. Я голосую в Рому, потому что... Красава, что ты красава, блядь. Нормально ты за и против, я же вообще тут... Тут либо Серёжа, либо Вадь, долбаю. Так, внимание. У нас три голоса у Серёги, три голоса у Вади и два голоса... Читер, ёбаный. И два голоса у Ромы. За счетчина. Он хат для ФР, блядь. Первый оправдывается Серёга. Серёга, твоя минута. Я уже оправдывался, когда не было минуты. А ты нахуй не нужен. Послушай внимательно. Мне андроид привозят сперму. Всё, я поблагодаряюсь. Меня лечат антибиотики. Я женщина, которая может родить. Я полезен. Хуйня. А если ты парня родишь? И что? Ты заставляешь женщину на твоем рабочем царе нюхать твои ноги. А почему? А что плохого, если я парня роду? А ты же боишься. Можно, я могу, допустим, Наташу переголосовать? Каждый может перенести голос один раз, да. Ты же Рому запросовал. Ну да, да, да. Серёга, ты всё сказал, да? Да, ну всё. Вадя, твоя очередь. Я не знаю, типа, уже вам бессмысленно что-либо говорить. Я ему говорю, насколько я, ебать, полезный, нахуй. Вам бесполезным? Какой я, ну вот у вас полезный, только шахматист, блядь. Без рофлов. Из вас всех. Шахматист тупо лучший, нахуй. И андроид, блядь. И вы у меня голосуете, хотя я единственный, у которого хоть что-то есть, блядь. Мясок, зерна, нахуй. Зерно пожрёте, блядь, сухое, нахуй, не готовое, блядь. Понимаете? Поймите, моя фобия, даже если там что-то есть плохое, я сам сдохну. Вам, вам ничего не будет плохого. Обдумайтесь, нахуй, бездари. Клаустрофобией ты не сможешь вообще быть, типа, себе, что просто и всё. Так и что я вам сделаю? А так у нас будет человек, здоровая девочка, нахуй. Которая может родиться. Здоровая, согласен. Так я же вылечу. Смотрите, у Леры есть антибиотики для Серёжа. Ну да, у меня там антибиотиков же пиздец, вообще. Там же багаж, нахуй, огромный. Серёжа может вылечить Рому. Типа, Серёжа программист, и как бы, а ты... А, ну да, программист, вообще пиздец в наше время-то, блядь. Охуеть, здесь админы, нахуй. Пять минут добавляют, нахуй, в игротеке, блядь. Блядь, можно свою копеечку вставлю? Чёрная магия, это пиздец же. Наташ, ты на стриме недавно, блядь, пиковую даму вызывала. Охуя, дура. Это не значит, что я злой, долбоёб, блядь. В смысле, владение чёрной магией, это пиздец. Я вообще читаю, это сверхъестественные силы для злых людей. А я не злой, я хороший. Ну и что, что я перенесу в Рому, ничего не поменяется. В Рому не надо вообще, Рома сидит. У нас по три голоса у Серёги и у Вади, два у Ромы. Если желающие перенести голоса, раз. А кто второй? Желай, в тебя проголосовал Серёга и... Так, чат гений. Серёга, ты у меня проголосовал? Стой, уролог? Уролог с боязнью мужчин, как он будет лечить-то, блядь? Никак. Никак. Так я рожу хотя бы. Меня вылечит? От кого? А я полезный, ебать! Максимум полезности! Мне в первую очередь не злой, нахуй. Я переношу, переношу все на Серёжа. Погодите, сейчас первая переносит Наташа. С кого на кого? На Серёжа, с Вади. Охуела? Максимум полезности! Просто пиздец! Самый полезный человек в мире, нахуй. А я переношу с Ромы на Вадю. Пиздил, ко мне это нравится! Стоп! Алло, Серёга, ты в меня голосовал? Да. Я переношу сваду на Серёгу. Когда я за тебя топил... Ты уёбых, Серёга! Я переношу с Вадим в Серёгу, пошёл нахуй! Пять голосов у Серёги, два голоса у Вади. А, стой, стой, я переношу, я тоже переношу, переношу с Девами в Серёгу. И один голос у Ромы. Если же лучше перенести голоса раз... На всё, Серёга уехал. Давай, показывай. А кто рожать-то будет? Перенести голоса три. У нас Мара будет из-за всех рожать. Серёга не попадает в бункер. Сейчас все вскрывают оставшиеся характеристики. У меня в багаже кукла Вуду. Оооо, это Роме надо. Это Роме надо. Рома такая, да, да? У меня решение, у меня решение, у меня решение, у меня решение головоломок один лет, стаж. У меня факт номер один Не пускают в казино Кстати, казик скоро А я все вскрыла А, у тебя, да Вадя, ну давай Клаустрофобию свою вскрывай А у меня в багаже клаустрофобия У него клаустрофобия Да похуй, ебать Он заходит в бункер Мы забираем зерно, и он дохнет Мишок зерма, я пошел Дерьма, блядь А как я такую ебаку У меня нет, типа, я черный мак Значит, я кого-то там убью Весь бункер А что, если у него клаустрофобия Мы проебали? Нет, просто Вадя умрет и все И все Марк, а у тебя что Какой факт у тебя остался У меня факт номер один Я истеричный А в игре Ну, смотрите, у нас только Одна рожающая женщина Да, у нас есть еще С хламидией Ну, хламидией, которая лечит А, мы выгнали ее, боже ж Меня выгнали У нас только одна Родящая женщина Короче, я одна выживу В общем, у нас так 50-50 выполнено Потому что с едой-то проблем нет А вот если бы Эксайл не улетел Было бы вообще заебись Да пипец, блин Скорострел Ой, самострел Скорострел Скорострел Вылетел наху Так, сейчас я скажу, что у Алексея было А, ребят, еще такая тема Сука Я могу попасть в бункер Только если дойдет игрок номер восемь Это Наташа Объясните, пожалуйста Как Макривский выжил до конца Леш, Леш Он не услышал, что мы его выгнали просто нормально Объясните пользу Макривского Просто хотя бы одну Лех, ее нет Ребята, ребята Спасибо огромное, что пришли Спасибо всем большое Я полетел Побыстрому мне надо Спасибо Да, давай, спасибо, что позвал Пока-пока Пока-пока Чатик, пока Пока Блядь, Ром, я не знаю, как ты это делаешь В общем, если что Арина видела инопланетян У нее была стопроцентная язва, блядь И боязнь птиц А у меня резиновая кукла в багаже была О, норм Вот ты с ней и чили вне бункера Сейчас я рассчитаю баллы Подождите Закрой лишнее Спасибо, кто смотрел Пришел Стрим сейчас еще не кончается Не беспокойтесь